Друзья, всем привет! Сегодня воскресенье, по традиции, будем обсуждать весь происходящий в мире пи***ц. И, как обычно, постараюсь подарить вам какую-нибудь надежду, что всё не так уж плохо, и мы с вами не в жопе, а просто в длинном туннеле. И рано или поздно мы с вами увидим свет. Ну, начнём мы, конечно, с не очень хороших новостей. Чудо не происходит, и вслед за думой на этой неделе Совет Федерации уже принял закон, подписал, утвердил закон, запрещающий размещать любую рекламу у инагентов. Да, нельзя быть не только российским компаниям, вообще инагенты теперь не могут размещать никакую рекламу. А значит, финансировать редакции, как это было до этого, не получится. В пятницу я выпускал большой подробный ролик о работе моей команды, о том, как мы теперь будем жить, когда отвалились почти все рекламодатели. Если не посмотрели, посмотрите. Там, мне кажется, довольно интересно. Я впервые так подробно рассказал о том, как устроена наша работа. Мы решили изменить схему финансирования. Раньше я финансировал редакцию за счет размещения рекламы. Теперь рекламы нет, и мы попытаемся перейти на пожертвования от зрителей. Это позволит и дальше моей команде оставаться независимой и продолжать работать. Надеюсь, эта работа полезна и важна, в том числе и для вас. Но ситуация, конечно, плохая. Сбор пока идет, неважно. Я рассчитывал, что будет идти получше. Что дальше делать, непонятно. Будем думать. Если вы еще не поддерживаете мой канал, то, пожалуйста, пройдите по ссылочке. Вы на экране видите QR-код, а также в описании, там, первой ссылкой будет единый сайт, где собраны все способы и возможности нам задонатить. Там есть как разовые пожертвования, так и регулярные. А тем, кто уже оформил подписочку, большое спасибо. Ваша поддержка очень важна и цена для меня и для нашей команды. Ну все, а теперь начинаем обсуждать новости. Потрясающая новость о том, как Европа готова к войне с Россией. Спойлер? Никак. В конце прошлой недели Маргарита Симоньяна публиковала перехват и расшифровку переговоров немецких военных. Они обсуждали возможную помощь ВСУ в ударах по объектам россиян в Крыму и на Донбассе. По словам пропагандистки, эти материалы ей передали некие люди в погонах. Причем, якобы, именно в тот день, когда Шольц заявил, что НАТО не является и не будет стороной войны в Украине. И когда эту запись только опубликовали, я подумал, что это очередная хуйня, типа как у Лукашенко. Помните, там, Майк и Ник, там, Крепкий Орешек. А как ваши дела в Белоруссии? Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался Крепким Орешком. Потому что здесь какие-то такие тоже разговоры странные. *** по Крымскому мосту. Да не, не, он крепкий, нам потребуется много ракет, чтобы *** по Крепкому мосту. В общем, мост прямо как яйца у Лукашенко. Судя по разговору этих немецких военных. Я сначала подумал, что это какой-то фейк, но потом оказалось, что не фейк. И беседа, на самом деле, офицеров Германии произошла десятью днями ранее, чем сказала Симоньяна. Она произошла 19 февраля. Ну, возможно, до Симоньяна эти данные дошли не сразу. Либо они просто ждали и готовили, чтобы выпустить это после выступления Шольца. В общем, в обнародованных переговорах принимали участие инспектор, ну, то есть командир Люфтваффе Инга Герхардс и британский генерал Франк Греффе, тоже из ВВС Германии. И двое офицеров рангом пониже. И обсуждали они возможные сложности с отправкой Украины дальнобойных ракет Таурус. В частности, куда их крепить, как обучать солдат ВСУ и упрямство Шольца, который блокирует их поставки. Российских пропагандистов в расшифровке беседы заинтересовало главным образом обсуждение целей, прежде всего, Крымского моста. Правда, немцы ни разу не называют мост Крымский, а обозначают объект для возможного удара просто как мост на востоке. Причем один офицер говорит, что это мелкая цель, а второй, напротив, утверждает, что мост шириной со взлетную полосу и ракет Таурус для его уничтожения понадобится слишком много. Кроме того, пропагандисты зацепились за фразу о том, что Франция возит ракеты Скальп в Украину на гражданских машинах Audi Q7. Однако, Audi тоже ни разу за весь диалог не упоминается. А вместо Q7 или Q7 в этом предложении на немецком, вероятно, вообще был использован глагол «курзирен», то есть «курсировать» или какой-то «похожий». Впрочем, это все мелочи по сравнению с колоссальным правом бундесвера и германских спецслужб. Как я уже сказал, я даже подумал, что это очередной просто фейк, но сначала немецкий таблоид, а потом и более серьезные СМИ, наконец, официальные лица подтвердили факт утечки секретных переговоров. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что прослушка и последующая публикация — это часть информационной войны, которую ведет Путин. Он назвал это гибридной дезинформационной атакой. При этом никто из немецких чиновников не подтвердил, но и не опроверг само содержание беседы. Ну, то есть, то, что какие-то русские шпионы подслушали типа секретные переговоры — это часть информационной войны. Это часть б***шего проеба. Надо как-то лучше защищать свои каналы связи. Тут вообще интересен подход. Немецкие генералы обосрались. И, как выяснилось позже, один из них звонил коллегам из Сингапура по незащищенной связи. Да, ну, а виноват, конечно, во всем Путин. Долбаклю и налезались пиваса, позвонили, я не знаю. Кстати, через что они звонили? Надеюсь, не через Телеграм. Мы же знаем, что Телеграм самый защищенный мессенджер на свете. И невозможно, там, прослушники разговоры. В общем, позвонили, может, через ВК-мессенджер. О, через ВК-мессенджер они решили поговорить со своими партнерами в Сингапуре. Вот, и всё про***ли. В общем, ни два года войны, ни связанные с Россией шпионские скандалы генералов ничему не научили. Да, вообще, в Германии огромное количество российских агентов. Некоторые из них даже совершают убийства средь бела дня, как тот самый пресловутый Красиков. А элементарные правила безопасности до сих пор не знакомы офицерам Бундесвера. Они там настолько расслабились, что даже не пытаются защититься от прослушки со стороны государства, которое ведёт против Европы гибридную войну. Этот случай многое говорит о состоянии европейских армий, европейской разведки и, в целом, о готовности Европы. Масштабные боевые действия идут уже два года. За это время европейцы не предприняли вообще никаких решительных действий. Более того, они даже не смогли доладить выпуск вооружений, и они заявляют, что будем поддерживать Украину. Но даже свои заявления о поддержке Украины они делают через хрен пойми как в недостаточном объёме с огромным запозданием. Из обещанного миллиона снарядов для ВСУ отправили всего 300 тысяч. Сказали, что больше не могут, больше нет. Ну а теперь коалиция во главе с Чехией вынуждена искать эти снаряды в третьих странах. Хотя европейским гигантам типа Франции, Германии, Италии ничто не мешало открыть новые заводы, нарастить производство на уже существующих, ну и как-то начать наконец шевелиться. После публикации переговоров канцлер ФРГ Шольц в очередной раз отказался поставить в ВСУ ракеты «Таурус» под тем предлогом, что контролировать их применение должны будут немецкие инструкторы, а их отправка в Украину абсолютно исключена. Это, кстати, может говорить о том, что слив был выгоден самому Шольцу, которого в Украине, Германии и вообще в Европе активно критикуют за трусость. Момент публикации оказался очень удачным для того, чтобы окончательно сорвать поставки немецких ракет. В общем, в тяжелые для Европы времена, когда там нужны политики с яйцами, там остались только персонажи, больше всего напоминающие танцующих надувных человечков у торговых центров. Они патологически не способны принимать смелые решения и могут только бесконечно согласовывать бесполезные пакеты санкций. Вот если надо отключить какие-нибудь там карты, заблокировать счета, отжать какой-нибудь особнячок у олигарха или яхточку, это, пожалуйста, это они первые рвутся в бой, никаких проблем с этим нет. А если нужно серьезно начать отвечать за свои слова, выполнять свои обещания, то тут начинаются какие-то очень странные проебы. И все это, конечно, невероятно будет развязывать руки России. Я просто представляю, как сейчас, ну, Кремль и раньше, и Путин и раньше на своих европейских коллег смотрел сверху вниз, он понимал, что они абсолютно не ровнее ему в плане принять каких-то решений. Я, кстати, не знаю, откуда пошла вся эта история, там, куда-то там бункерное это, то есть, ну, попытка маргинализировать руководство России, попытка представить, что там у России армия бомжей, что Путин боится, там, уже чуть ли не умирает, там, в своем бункере. Она, по-моему, сыграла такую не очень хорошую службу с европейцами, там, с российской политической оппозицией и так далее, которая, там, сама себя убедила, что Путин уже всё, а вот всё, уже нет ни Путина, уже нет ни российской армии, всех разгромили, всех победили. Вот, но два года прошло, и оказалось, что и армия есть, и экономика работает, и ничего не развалилось, и Россия продолжает давить, и самое главное, непонятно, что делать, потому что какой-либо другой силы, которая могла бы как-то ответить и могла бы придумать что-то, кроме очередного бесполезного пакета санкций, так и не появилось, ничего не зародилось. Вот, и что с этим делать дальше, непонятно. Это, конечно, не вселяет никакой надежды на светлое будущее, потому что дальше эта заруба, скорее всего, приведёт только к дальнейшей эскалации, и мало не покажется никому. Но если бесполезность Европы в борьбе с Путиным можно измерять в Шольцах, то эффективность российской армии в войне с Украиной пора измерять в Арматах. Да, помните, как нам годами рассказывали о легендарном танке Т-14 Армата? Который чуть ли не в одиночку готов поставить на колени всю бронетанковую мощь НАТО. С середины десятых годов он катается по парадам на Красной площади, но в Украине его за два года войны так никто особо и не видел, по крайней мере в боях. Вроде где-то он там как появлялся, но, опять же, как пишут военные аналитики, судя по поведению Арматы, которую нам показывали на линии фронта, от линии фронта он всё-таки был далековато. И теперь вдруг выяснилось, что на линии фронта он так и не появится. А в чём причина, оказывается, Армата дороговато. Армата дороговато для российской армии. В этом признался глава Ростеха Сергей Чемизов. По его словам, Армата превосходит все существующие танки. Конечно, это супероружие, удивительное, эффективное, но армия России вряд ли будет её применять. Армата, она, в общем-то, дороговато. По своему функционалу она, конечно, намного превосходит существующие танки, но слишком дорогая. Поэтому её сейчас армия вряд ли будет использовать. Проще им купить те же Т-90. При этом Чемизов сообщил РИА новости, что на вооружении российской армии танк Армата уже состоит. Но в так называемой спецоперации он, видимо, участвовать не будет. Заявление Чемизова слишком высокой стоимости Армата не совсем новость. Ещё в 2018 году вице-премьер Борисов говорил, что Т-14 слишком дорогой для массовых закупок. Уже тогда предполагалось делать упор на модернизацию существующих танков Т-72 и Т-90. И если в 2015 году Уралвагонзавод собирался произвести 2300 Армат, то затем это число незаметно сократилось до сотни с лишним. Сколько сейчас Т-14 на вооружении российской армии, неизвестно. Год назад западный бюллетень Military Balance писал, что массовое серийное производство Арматы пока не началось. А может, никогда и не начнётся, потому что возможности танка не оправдывают высокую цену. Ну а пока у государства появилось ещё оправдание, почему Армату не выпускают на поля Украины. Российская газета со ссылкой на военного эксперта из МГИМО Алексея Подберёзкина пишет, что Т-14 — это командирская машина, которая нужна для управления большим количеством танков, например, батальоном. Поэтому применять его в Украине вряд ли целесообразно, ведь там якобы нет танковых сражений и массового использования бронетехники. Вообще история с Арматой интересная. Я сразу говорю, я не военный эксперт. Я не военный эксперт, но когда я готовился к этому выпуску ЧП, я посмотрел, наверное, десяток разных роликов про Армату. И, судя по всему, то, что говорят эксперты, проблема не в том, что Армата дорогая. Проблема в том, что, ну, на самом деле её не существует. Ну, не существует в том виде, что она может как-то полноценно воевать. То есть это штучный продукт, ни в какую серию она не пошла. А нормального двигателя для неё так и не сделали. Там, ну, то есть там планировалось для этой Арматы сделать какой-то нормальный двигатель, но пока не получилось. Кроме того, насколько я понял, станки, которые там используются для производства этих Армат, они были иностранные. То есть Армату должны были делать на иностранном оборудовании. А после введения санкций, поставки этого иностранного оборудования, как вы понимаете, на***нулись. И построить завод, который планировали отдельные там цеха или отдельный завод для выпуска этих Армат, просто не получилось. То есть Армату не на чем делать, нет станков, нет отдельного завода. То, что сейчас собирают, это такой штучный скорее пиар-продукт. Кроме того, действительно, Армата, она должна работать в сцепке, как сказать, с другими машинами. То есть это не танк-одиночка, да, она там действительно на поле боя выполняет там важную роль и работает с другими машинами. Этих машин тоже ещё до сих пор не существует, а сама по себе Армата, как танк, она действительно очень дорогая. Штучный продукт и неэффективный, и бесполезный. Получится ли когда-то из Арматы сделать серийный танк? Будет ли он стоять, состоять как-то на вооружении? Непонятно. Непонятно, потому что, ещё раз, как я понимаю, пока это концепт вроде того же Абрамса Икс. Американцы свой танк четвёртого поколения, тоже с необитаемой башней, как у Арматы и так далее. Они, честно говоря, это концепт. Вот как на автосалон пришёл, там тебе показывают какой-то космолёт. Пойдёт ли он в серию, не пойдёт, непонятно. Так же вот и американцы. Да, вот у нас есть такой концепт, будет очень красивый футуристичный танк. Вот так вот он выглядит, отдалён, даже как-то на Армату похож. Тоже стоит нисколько, тоже непонятно, когда дело сделаем. Американцы говорят, они его только к 30-му году соберут. У нас похожи. Просто сделали концепт и решили сразу его выпустить и сказать, что мы сейчас всех победим, всё хорошо. Но на поле боя пускать не будет. Поэтому Армат пока выступает в роли как деликатеса такого. Деликатеса в советской семье перед Новым годом. Помните, всегда в холодильнике лежала какая-нибудь колбаска или какие-нибудь там конфеты или баночка икры. И родители что говорили? Не трогай это на Новый год. Это вот гости, когда придут. Вот тогда мы это откроем. Возможно, Армату тоже откроют, когда гости придут. На фоне успехов российских технологий достаточно фантастично выглядят планы Москвы по освоению космоса. Глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что Россия вместе с Китаем собирается доставить на Луну ядерную энергетическую установку. Здесь всё прекрасно. Во-первых, доставить. Во-вторых, на Луну ядерную энергетическую установку. Ещё с Китаем. Просто бинго супердержавы. По его словам, уже сегодня этот проект серьёзно рассматривается. Реализован он, может быть, или к 33-му, или к 35-му году. Да. Совет. Называй дату подальше. Вот. Потому что пока этот 33-й или 35-й год настанет, х** знает, что там вообще будет. И будет ли вообще с кого спрашивать, а что там с доставкой на Луну ваших установок. Отправить на Луну космическую АЭС и развернуть её там Россия намерена в автоматическом режиме. То есть с помощью роботов. Видимо, придётся ещё роботов-гастарбайтеров изобрести. И уже потом отправлять туда и строить на Луне АЭС. Заодно Борисов сообщил о работах над космическим буксиром «Зевс» на ядерной тяге. Он нужен якобы для транспортировки грузов и сбора космического мусора. Глава Роскосмоса утверждает, что Россия практически решила все технологические задачи в этой области. Да, на самом деле работы над буксиром «Зевс» ведутся уже с 2009 года. Он должен был быть готов сначала к 2018, затем к 2022, но до сих пор показывали только макеты. Получится ли что-нибудь в будущем — непонятно. Как мы знаем, сроки в Роскосмосе имеют свойство двигаться. Они так мерцают, передвигаются туда-сюда, словно границы Российской Федерации на официальных картах. Борисов также пообещал запустить собственную российскую космическую станцию на новой орбите до 1932 года. Вообще, планировать на десятилетия вперёд очень удобно для наших чиновников. Например, пообещал ты к 1940 году покорить Марс, попилил на этом бюджете, уволился за 10 лет до старта нового проекта и вуаля, никто особо не помнит твоих обещаний. А ведь обещания глав Роскосмоса видоизменяются каждый год. Уже много лет нам, например, рассказывают о каких-то лунных базах, но пока России не удалось запустить на Луну даже автоматическую станцию. Что касается ядерных установок в космосе, звучит как сомнительная идея, учитывая регулярные аварии даже при запусках обычных спутников. Очередной такой провал может привести к ядерному взрыву в небе, и не факт, что над Россией. Впрочем, я не сомневаюсь, что Россию ждут новые достижения в космосе, если она будет и дальше сотрудничать с Китаем. Представляете себе, лет через 10 отечественная космонавтика достигнет такого прогресса, что на заводах просто начнут клеить российские шильдики на китайские ракеты. А вообще очень удобно, например, когда твоя промышленность столкнулась с проблемой, что в России не производится... Проблема с электроникой. Производство электроники и всего остального, технологии западные, грусть-печаль, что же делать? Идём к китайцам, смотрим в сундуке. Обязательно должен быть залог успеха переговоров с китайцами. Это советский дедушкин чемоданчик с чертежами. Вот что в советское время изобрели, что в советское время сделали, до сих пор эксплуатируется, продаётся, перепродаётся. В общем, ищем какие-нибудь советские технологии, советские разработки, которые до сих пор Китай не стащил, не купил. В общем, что-то новенькое надо уже на дне этого чемоданчика поискать. Идём к китайцам, говорим, русский с китайцем, братья навек. Ребята, давайте вместе полетим в космос. Китайцы ребята прагматичные, они смотрят, нам технологии подогнали, замечательно. Обнимаются с русскими, делают красивые фоточки, начинают делать какой-нибудь проект, а потом по-тихому можно Россию и вернуть на место. Потому что история с совместным освоением космоса может повторить историю с разработкой совместного самолёта. Если кто помнит, последние лет десять пропаганда, в том числе, муссолила фантастическую историю с производством совместного российско-китайского широкофюзеляжного самолёта CR-929, где, собственно, C — это China, R — это Россия. То есть China, Russian, 929, должен был получиться классный, красивый, широкофюзеляжный самолёт. И всё шло замечательно. Его даже показывали на авиасалоне, показывали его макет. Россия очень гордилась, что наконец-таки у нас появится широкофюзеляжный самолёт с китайскими братушками, мы его сделаем. Но потом что-то пошло не так, потому что в июле 2022 года появились сообщения о возможном сокращении участия России или даже о её выходе из проекта. Вроде как китайцы посмотрели на то, что делает Россия, сказал, хлопцы, мы, конечно, вас очень любим, вы, конечно, наши братушки, но давайте вы пойдёте немножко на скамейку запасных и посидите. Теперь этот самолёт называется просто Си-929. Почему Си, а не Сиар, понятно. Потому что теперь это просто China. Россия отпала. И как вежливо сказали китайцы, Россия перешла из разряда разработчиков в разряд поставщиков. Вроде как Россия что-то поставляет. Возможно, какой-нибудь там алюминий или титан. Не знаю, что нужно для производства самолёта. Китайцы решили делать самолёт самостоятельно, используя западные, а не российские технологии. И, возможно, с этими лунно-ракетными станциями получится то же самое. Китайцы купят необходимые им технологии, добудут, а потом дорогого партнёра опять отправят на скамейку запасных. Потому что дружба дружбой, а бизнес есть бизнес. Но вообще главное, чтобы какое-то сотрудничество хоть с китайцами продолжалось. Потому что раз за разом китайские братушки делают откровенно недружественные шаги. То их банки начинают плясать под дудочку этого... Uncle Benz. Дянюшки Сэма. Вот. И отказывают россиянам в расчётах. То россиян прокатывают с наградами на престижной международной премии. Именно это недавно произошло в Пекине, друзья. Ужасная история, ужасная история про русско-китайскую дружбу. В общем, там вручалась премия дружбы. Награда для иностранцев, которые внесли выдающийся вклад в развитие китайской столицы. Ну и что, я поудобнее устроился перед телевизором. Налил себе квас, берёзовый сок. Взял кулебяку и думал, сейчас буду смотреть, как под гимн России будут выходить на сцену всякие уважаемые мордатые товарищи в костюмах и с барсетками на поясе. И получать заслуженные награды от китайских партнёров. Ну, кто главные друзья Китая? Конечно, должны быть русские, русские. Вот. За 23-й год этот приз в Пекине заслужили 15 человек. Вы представляете, 15 генералов КГБ должны были выйти на сцену. Ну ладно, сотрудников посольства, я хотел сказать, каких-нибудь. Какого-нибудь торгового представительства. Ну, кто-то должен был получить. Да, но среди этих 15 счастливчиков было 4 гражданина Германии. Трое американцев, двое итальянцев, двое голландцев. В этой компании оказался даже японец, сингапурец и, прости господи, венгер. И ни одного русского среди друзей Китая. Вот так вот. Кроме одного несчастного релаканта, который теперь представляет Австрию. Ну, на самом деле, может быть, всё не так плохо. Не будем голову-то себе-то рубить и волосы на этой голове рвать. Потому что эта премия касается конкретно заслуг перед Пекином. Есть ещё большая премия дружбы, которую вручает уже правительство КНР. Её каждый год получают уже 50 человек, а раз в 5 лет все 100. Поэтому среди лауреатов встречаются и россияне. Так что мы можем сказать, что мы просто не размениваемся на мелкие премии за вклад в развитие Пекина, прекрасного Пекина. А мы сразу играем по-крупному. Если уж получать премию, то на все 100. Такая вот история про русско-китайскую дружбу. Пропагандист Дмитрий Киселёв заявил, что министру обороны США Ллойду Остину моча в голову ударило. Так он прокомментировал реплику шефа Пентагона, который на прошлой неделе сказал, что если Украина проиграет, то НАТО будет воевать с Россией. Вы правда переживаете за то, что будете следующими? Они знают Путина, знают на что он способен. Если честно, я думаю, что если Украина проиграет, НАТО будет воевать с Россией. Представитель МИД России Мария Захарова тогда назвала заявление Остина безумным и предположила, что это либо отговорка для Зеленского, либо прямая угроза России. Киселёв пошёл дальше и напомнил про болезнь главы Пентагона. Да вот тот же министр обороны США Ллойд Остин. Конечно, можно отнести произнесённое им за счёт недавно перенесённой тяжёлой восходящей инфекции мочеполовой системы. А вот сейчас и моча в голову ударила. Но ведь сказал же. С заявлением натовских генералов и министров обороны из Скандинавии и стран Балтии о грядущей войне с Россией в Кремле, похоже, не придавали значения. Но как только на эту тему высказался Макрон и Остин, из России последовала несколько истеричная реакция. Это хорошо заметно по тем же оскорблениям Киселёва. И потому что Макрону теперь в каждом российском ток-шоу напоминают о судьбе Наполеона. Пикировка продолжилась и на этой неделе. Макрон сказал, что в поддержке Украины у Франции не существует никаких красных линий. А Медведев в ответ заявил, что в таком случае у России тоже не осталось красных линий в отношении Франции. В качестве угрозы он добавил крылатое выражение на латыни. «Ин остым омния личита», что означает «по отношению к врагу всё дозволено». Всё в этом мире меняется, один лишь ядерный демон не устает размахивать своей дубиной. Ну и развить тему красных линий и рассказать, как на смелые заявления Макрона реагируют уже в самой Франции, спешит известный вам французский эксперт, наш любимый корреспондент, который очень спортивный, то на лыжах, то на велосипеде. Вадим, почему я тебя никогда не видел с круассаном? Ты как француз уже давай с круассаном появись хоть раз. Вот, Вадим, передаю тебе слово, рассказывай, чего уж там Макрон с ума сошёл. Привет, Илья, привет, мои дорогие зрители. Помните, на прошлой неделе я вам рассказывал о том, как Макрон изрядно заставил понервничать, вообще, кажется, всех вокруг своим заявлением о том, что он готов рассмотреть отправку сухопутных войск в Украину. Но что произошло? Все практически его союзники отказались от этого предложения. Они заявили, что да нет, ни в коем случае, мы ничего и никуда отправлять не собираемся. В России это вызвало тоже огромный резонанс. Вот, для того, чтобы даже Владимир Путин во время своего ежегодного обращения к Федеральному собранию вспомнил про этот момент и пригрозил всем ядерным оружием. Да, пригрозил так, что даже французы немножко испугались. В общем, все бросились как-то оправдываться. Министр иностранных дел, политики во Франции, говорить, что, наверное, Макрона не так поняли. Ну, наверное, ну, не то он хотел сказать. Но не собираемся мы никого и никуда отправлять, тем более наших французских солдат. И вот новая неделя, и что делает Макрон? Макрон едет в Чехию и говорит абсолютно то же самое. На встрече, на пресс-конференции после встречи с президентом Чехии он заявляет о том, что у Франции нет никаких красных линий. И он призывает европейских политиков не быть трусами, потому что Путина никаких красных линий нет. Он сказал, что именно Путин начал кровавую войну, именно Путин грозит Европой ядерным оружием, а мы тут сидим и проводим какие-то красные линии, за которые мы не можем зайти. Поэтому Макрон еще раз подтвердил, что это не была оговорка. Он сказал, что да, действительно, мы рассматриваем и должны рассматривать вариант отправки французских войск, и не только французских, западных войск в Украину. И призвал все страны делать то же самое. Естественно, никакой конкретики дат или что должно случиться, чтобы эти войска были отправлены, нет. Правда, на этой неделе Макрон решил встретиться с оппозиционными политиками, теми политиками, которые выступают против него, лидерами оппозиционных партий, чтобы разъяснить им свою позицию. Дело в том, что практически все оппозиционные партии, включая Марин Липен с ее национальным объединением, они выступили против таких слов, против таких заявлений и категорически против, естественно, отправки войск в Украину. Неважно, под каким предлогом, Марин Липен вообще сказала, что таким образом Макрон подставил под угрозу жизни 70 миллионов французов. И вот встреча была за закрытыми дверями, без журналистов. Выходя из Селесейского дворца, лидеры оппозиционных партий как-то не сильно были многословны. Правда, один из них, глава коммунистической партии Франции, она у нас, оказывается, тоже есть, заявил, что вроде как Макрон сказал, что той красной линии, после которой Франция готова отправить свои войска в Украину, может стать приближение к Киеву или Одессе. Но, на самом деле, это просто его слова, никаких официальных данных нет. Поэтому я бы всерьез такой источник, как глава коммунистической партии Франции, я бы не рассматривал. В России же продолжает набирать свою популярность лидер французской партии патриотов Флориан Филиппо. Флориан Филиппо, которого вообще никто здесь не знает во Франции, раздает интервью российскими СМИ налево и направо. Если вы откроете какую-нибудь, не знаю, ленту новостей «Интерфакс» или «Лео новости», то вам покажется, что Флориан Филиппо, он просто какой-то важнейший человек во Франции, потому что то и дело можно прочитать, что Флориан Филиппо призвал французов выйти на улицы. Флориан Филиппо обратился к французской нации. Флориан Филиппо призвал Макрона уйти в отставку, но беда в том, что в отставку Макрон никуда не уйдет, тем более из-за Флориана Филиппо. Кто такой Флориан Филиппо? Флориан Филиппо – это бывший член партии Марион Лепен национального фронта, который ушел, создал свою партию и, надо сказать, весьма неудачно, потому что во всех выборах, в которых он участвовал, его партия ни разу не набирала даже 1% голосов. Но, видимо, Флориан Филиппо решил, что во Франции ему делать нечего. И, возможно, мы его скоро увидим в Российской Госдуме, потому что он был в национальном фронте в тот период времени, когда национальный фронт дружил с Россией. Видимо, у него остались теплые отношения с российскими властями, поэтому он их сейчас всячески защищает, очень громко кричит. Его слышно даже в Москве, но, правда, совершенно не слышно в Париже. Поэтому неделя прошла вот такая. Дмитрий Медведев сказал, что теперь и у нас с Францией нет никаких красных линий, и Москва может вести себя с Францией как угодно, и вообще считает ее стороной конфликта, и считает, что Франция таким образом после заявления Макрона практически втянута в войну с Украиной. Кстати, Дмитрий Анатольевич, у меня есть совет. Вот вы на прошлой неделе, а я уверен, что вы смотрите это видео, назвали Эммануэля Макрона гальским петухом, и, видимо, пытались его таким способом оскорбить. Но я бы вам все-таки посоветовал, кроме того, чтобы обратиться к психиатру, еще изучать национальные особенности республик и тех, которые вы критикуете. Во Франции гальский петух – это национальный символ. Он находится на гербе практически всех национальных сборных спортивных, и недавно этого петуха поставили на восстановленный шпиль Нотр-Дама. Поэтому, называя француза гальским петухом, вы его ни в коем случае не оскорбляете. Поэтому я вам предлагаю в следующий раз, если вы будете ругать французов, назовите их, например, «Конар». «Конар» – это оскорбение, оно значит кретин, и оно очень созвучно с французским словом «канар». А «канар» – это уточка. Вы же очень любите уточку, поэтому, пожалуйста, предлагаю вам такой вариант. В общем, во Франции все обсуждают «Макрона», все обсуждают «Вот войск», но, естественно, никакой конкретики нет. Вот такая была неделя, друзья. Если вы хотите узнать больше новостей из Франции, подписывайтесь на мой YouTube-канал, который вы можете увидеть здесь в описании. Обязательно подписывайтесь, если вы не подписаны на канал Ильи Варламова. Вы видели, что вышел новый закон, этому каналу нужна помощь. Чтобы вы смотрели за Ильей, чтобы вы видели меня на этом канале, помогаете через «Бусти», «Патреон», подписывайтесь, станете спонсором YouTube, тогда вы сможете вступить в закрытый чат, где я и очень много хороших людей общаются. Ну и с вами мы, конечно же, увидимся на следующей неделе. Я уверен, что все будет хорошо, я вас всех очень люблю. Приезжайте во Францию, я вас приглашаю. Видите, у нас, правда, немного похолодало, но вы все равно приезжайте. До новых встреч. Пока-пока. Ну и заданную Киселеву планку кринжа в России, пожалуй, способен перепрыгнуть лишь один человек. Владимир Соловьев. Ну, не считая представителей его команды, конечно. В очередном своем эфире Соловьев назвал российского историка Тамару Эдельман тварью, мразью и набором других эпитетов, в том числе потому, что она, цитирую, воспевала Навальнят. Самих сторонников Навального он сравнил с сектантами. А заодно на всю Россию разогнал фейк Царьграда. Будто на Борисовском кладбище поймали пару молодых людей, которые собирались откопать Навального. Экстремистская секта. И к нему и надо так относиться. Они сектанты. Я когда увидел вчерашнюю там новость, я подумал, что ну все понятно. Весна идет, весне дорогу. Полиция задержала двух москвичей с лопатами на Борисовском кладбище. В 8.40 утра на территории Борисовского кладбища были задержаны два жителя Москвы. Мужчина 93-го и девушка 99-го годов рождения. Пара собиралась откопать могилу Навального. Он не умер, уснул. Его охране живьем. На видео видно, как дышит. Нам разыграли цирк. Ему нужна помощь, сказал задержанный. Соловьев не только выдал выдуманную новость за настоящую, но и предложил отправить выкапывателей Навального в психбольницу. Их же надо было, реально говоря, отправить на принудительное лечение. То есть ясно, что все там в голове дыра. Как выяснил канал RTVI, первоисточник этой в кавычки новости об откапывании Навального, телеграмм, канал Империя очень зла. В его описании есть предупреждение, что там возможен фейк и жесткая сатира. Тем не менее, фейк о расхитителях гробниц 5 марта подхватил православно-патриотический канал Царьград. Там в передаче «Скрытые смыслы» вышел сюжет под названием «Атака зловещего мертвеца». Тайный замысел похорон Навального воплощается в жизнь. Ведущий программы, политический обозреватель Андрей Перло обвинил Навального в том, что тот создал тоталитарную секту. И теперь ее члены бегут откапывать своего вождя. Когда его соведущая отметила, что это фейк, Перло сказал, что в такую новость трудно не поверить. Вот. Вот давеча в социальных сетях мы читали о том, как два молодых человека, мужчина и женщина, явились на это кладбище с лопатами, потому что он живой. Ну говорят, фейк, но его активно подняли. Если даже это выдумано, то это выдумано так, что в это очень трудно не поверить, потому что они вправду себя так ведут. А сейчас они выяснят, что в гробу никого нету, и он воскрес. Совершенно верно. В общем, авторов «Царьграда» ничуть не смутило, что они напи***ли своим зрителям. То есть, ребята берут откровенно на лопату, кладут свежее говно, через экран кидают в мозги телезрителей. Ну а дальше, как вы понимаете, этот фейк начал жить и гулять по другим каналам. Ну а Соловьёву прямо в день своего эфира пришлось публиковать заявление УВД по Южному административному округу Москвы. Полиция сообщила, что информация о задержании граждан, намеревавшихся раскопать могилу Навального, носит ложный характер. Кто бы, б***ь, мог подумать, но нужный эффект на хрупкий мозг зрителей уже произведён. Это, кстати, к слову, о том, как работают некоторые пропагандистские каналы. Люди смотрят, люди, не знаю, слушают в машине, когда едут весь этот бред. Услышали и дальше пошли рассказывать. Вряд ли кто-то будет перепроверять, смотреть, искать первоисточники. Всё это очень и очень грустно. Ну и ещё один пример. Если кто-то из ваших родственников вдруг смотрит Соловьёва или, прости господи, Царьград, то отправьте им эту новость и спросите, что они думают. Ладно, друзья, продолжаем с вами карабкаться по лестнице российской пропаганды. И вот мы уже на предпоследней ступени. Пресс-секретарь-президент Дмитрий Песков считает, что армян в России живёт больше, чем в самой Армении. Об этом он заявил на марафоне «Знания», комментируя отношения между Ереваном, Баку и Москвой. А вы знаете, что в России армян живёт больше, чем в Армении? Да. Да. Да? Да. И они россияне. Да. И они россияне. И им здесь хорошо. И мы их любим. И они нас любят. И мы так жили веками. И будем жить веками. Это очередной пример того, как Кремль, мягко говоря, довольно вольно обращается с данными. Потому что по данным всероссийской переписи 2021 года армян в России живёт менее миллиона, примерно 950 тысяч человек. Их число значительно сократилось с 2010 года, когда была предыдущая перепись. При этом население Армении составляет почти 3 миллиона человек. И до недавнего времени абсолютно большинство из них составляли армяне. Представители всех других национальностей в стране примерно 250 тысяч. Ну и где-то 150 тысяч из них это русские и украинцы, которые переехали в Армению в последние пару лет из-за войны. То есть армян в Армении почти в три раза больше, чем в России. Кстати, в той же беседе Песков согласился с утверждением, будто в России живёт 2-3 миллиона азербайджанцев. И добавил, что армян в стране примерно столько же. А сколько всего живёт азербайджанцев в России? В России, ну на самом деле цифры разнятся, говорят, что около 2-3 миллионов. 2-3 миллионов? Да. Среднеевропейская страна живут в России. И где-то приблизительно столько же, наверное, чуть побольше. У нас живёт армян. Приблизительно, да. Это тоже не совсем правда. По данным всё той же переписи, азербайджанцев в России меньше полумиллиона. А значит их примерно в два раза меньше, чем армян. Зачем Песков так вольно жонглирует цифрами, непонятно. Может быть всё дело в том, что Ереван в последнее время ведёт себя слишком независимо. И Кремль в очередной раз пытается показать, что есть правильные представители народа, а есть неправильные, отбившиеся от курса партии. Это же правило у него работает в отношении украинцев, американцев, ну и так далее. Есть правильные армяне, намекает Песков, и живут они в России, и Россию любят. А есть неправильные, они живут в этой Армении своей, поддерживают Пашиняна, и пытаются выгнать российских военных с базы в Гюмри, а заодно и российских чекистов из аэропорта Еревана. Друзья, вы умеете читать стереокартинки. Это такие изображения, в которые нужно вглядываться, чтобы в бессмысленном узоре рассмотреть рисунок. На рисунки художника Константина Гладкова тоже лучше взглянуть дважды и повнимательнее, потому что они не то, чем кажутся. Например, что написано на этой картинке? Тут написано «Правда». Друзья, не то, что вам могло показаться сначала. Константин часто играет со словами и смыслами в своих работах, а свой стиль называет ле-терроризмом. По словам художника, свое вдохновение он черпает в том числе в новоязи российской пропаганды. Вы же помните все эти хлопки и отрицательный рост. Ну а я, конечно, не мог пройти мимо этой замечательной работы со словом «Правда» и запустил новый мерч в коллаборации с Константином. Вот такие шикарные футболки черного цвета уже можно приобрести на моем сайте по ссылочке в описании к этому видео. Ну и как всегда напоминаю, футболки сшиты из плотного, долговечного и очень качественного хлопка. Те, кто уже покупал у нас футболки, пишут очень классные отзывы по поводу качества футболок, материала, принтов. То есть их можно стирать. Тот продукт, за который не стыдно. Ну и для особого комфорта приноски вместо бирок мы используем принты. Ну и, как обычно, дроп лимитированный, поэтому успейте заказать футболки. Уверен, такая красота разлетится очень быстро. Кстати, если вы художник и у вас есть интересные идеи для совместного мерча, то присылайте предложение о своей работе и идее на почту, которую вы сейчас видите на экране. Ну, еще она будет в описании. Ну а чтобы никто не посмел усомниться в той информации, которую докладывает господин Песков, он же заявил, что российская демократия самая лучшая. И пообещал, что Россия не потерпит ее критику. Мы не будем больше терпеть критику нашей демократии. И утверждение о том, что она не такая, как она должна быть. Наша демократия самая лучшая. И мы будем строить ее дальше. Как вы могли заметить, свобода слова в России находится на столь недостижимом уровне, что критиковать ее строго воспрещается. За последние годы было много шуток, что российские реалии все ближе по своей сути к обществу из романа Оурала 1984. Но вот это заявление Пескова, это просто, по-моему, эталон двоемыслия. В советское время ходил анекдот о том, что СССР самое демократическое государство в мире. Потому что любой гражданин может выйти на Красную площадь и крикнуть «Рейган, мудак!». И ему за это ничего не будет. Как видите, история почти дословно повторяется. Ну а вообще в этой истории хочется сразу же вспомнить наших друзей. Наших друзей китайцев. То есть Песков говорит, что у нас самая демократическая демократия на свете, и просто демократичнее нас не существует. Мы создали здесь эталон, энталон. Но ведь все знают, как может быть лучшей демократия, когда у власти не коммунистическая партия. Всем известно, что лучшая демократия, конечно, она в Китае. Демократия народа, демократия простых людей, который определился много лет назад со своим путем, и поэтому пути идёт. А в России какая демократия? Все знают, что лучшая демократия в Китае. Так, что у нас дальше, друзья? Путин на этой неделе приехал в тепличный комплекс «Солнечный дар» в Ставропольском крае и порассуждал о еде будущего. Наконец-таки еда. Подоспела еда. Президент заявил, что за границей еда будущего — это насекомые. Ну, то есть, вы понимаете, французы жрут клопов, немцы — тараканов, а американцы вообще жрут непонятно что. Наркотики они свои жрут. А в Россиюшке, в Россиюшке, в Россиюшке еда будущего — это прежде всего хлеб. Смотрю, сзади у вас такое табло «еда будущего». У нас где-то партнёры за рубежом, когда говорят про еду будущего, всё каких-то мотыльков показывают, червячков. А у вас всё это ведёт к работе в области кондитерского производства хлебобулочных изделий. Что интересно, на сайте Кремля этой цитаты я не нашёл, но государственное агентство её постит под заголовком «Путин пошутил». Я, конечно, не знаю, насколько это шутка, но россиянам явно дают понять, что пока европейцы с американцами будут питаться молотыми тараканами, путинский электорат будет есть бриоши. И здесь, видимо, надежда опять на короткую память избирателя. Потому что буквально три месяца назад, мы обсуждали это в ЧП, мы обсуждали это в ЧП, три месяца назад в том же Ставропольском крае местная компания представила продукты из сверчков. Сверчков! Да, в том числе лапшу и снекер. Производитель заявляет, что уже получил предложение о поставках от российских магазинов и ресторанов, а мясные и кондитерские фабрики готовы с ним сотрудничать, ну, видимо, чтобы использовать сверчков в своих товарах. Как сообщало государственное агентство РИА Новости, еду из сверчков собирался попробовать даже раскрученный фигурист Костомаров. Фермы по выращиванию сверчков есть также в Подмосковье и Новосибирске. И никто, ни потребнадзор, ни сельхознадзор пока не запрещал продуктов из сверчковой муки. Так что когда рыба, говядина и даже курица в России подорожают до немыслимых значений, насекомые вполне могут стать источником дешёвого белка для людей. И тогда Владимир Владимирович приедет уже на сверчковую ферму и будет рассказывать на всю страну, что Россия идёт впереди планеты всей в этом перспективном направлении. А всякие там англосаксы пусть едят свои fish and chips и даже попробуют сожрать на камеру, видимо, какого-нибудь сверчка и скажут, ммм, ням-ням, вкусно. На самом деле то, что касается еды из насекомых. Здесь вообще нет никакого секрета, никакого ноу-ха уже много-много-много лет. Много-много-много лет. Люди понимают, что в насекомых нет, если нужен обычный животный белок, в насекомые это просто идеально. Они могут питаться, их, во-первых, легко и дёшево разводить. Это экологично, потому что насекомые могут использовать тот же компост, пищевые отходы и много разных других отходов, которые являются питательной средой для каких-нибудь личинок. Насекомых уже довольно давно дают, например, скоту, и в этом тоже, опять же, используют разные корма, корма для животных. То есть насекомые — это не что-то из далёкого будущего. И, конечно, использовать насекомых для приготовления каких-нибудь продуктов, добавления их, я не знаю, в какие-нибудь там снеки, в колбаску или ещё во что-то, нет, опять же, никаких проблем. С точки зрения здоровья это может как-то звучит, «У, там батончик из жучков», но с точки зрения энергетической ценности, здоровья и так далее это совершенно нормальный, полезный, здоровый продукт, который можно использовать, если этот продукт спасёт кому-то жизнь, если этот продукт сделает рацион людей более сбалансированным и здоровым, то, опять же, здесь нет ничего плохого. Опугать избирателя, что, мол, посмотрите, они на своём Западе будут жрать сверчков, а мы будем русских хлебушек, молочко и квасок попивать — это, конечно, перед выборами здорово, но надо для начала проверить, нет ли у нас, случайно, этих ферм с насекомыми. Ну и, кстати, в ходе той же поездки Путин пожаловался на гуманитарную помощь России со стороны Запада в 90-е годы. Оказывается, ножки Гуша и спирт-рояль были инструментом сдерживания. Ну, то есть западные страны бесплатно кормили россиян, чтобы навредить российскому бизнесу. Здесь говорили про ножки Буша, мы знаем, что это такое, сейчас не буду говорить, что уже об этом говорить. И пили ещё рояль вот этот, или как он называется, завозимый в неограниченном количестве, там, из Польши и других стран. Вот смотрите, где только мы начинаем расти, там сразу придумают какие-то инструменты сдерживания. Ну, вот так, картошку посылали нам в своё время, как гуманитарную помощь, слава Богу. Значит, какие-то товары нам сбрасывали продовольственные в виде гумпомощи, да, опускали наших производителей здесь. Я же помню эти разговоры, да, когда гумпомощь, вроде хорошее дело, гумпомощь, она пришла, наши производители внутри умерли. Да, тема здесь, кстати, довольно интересна. Если кто-то меня смотрит из молодых и не в курсе вообще, что это такое, коротко скажу, что куриные окорочка по прозвищу ножки Буша, они, можно сказать, это вообще один из символов 90-х. Поставки американской курятины начались ещё в 90-м году, ещё при Советском Союзе. Всё потому, что ситуация с едой в конце 80-х стала критичной, продуктов питания становилось всё меньше, очереди длиннее, но зато дружба с Америкой ещё при Горбачёве становилась всё крепче. В итоге ещё Горбачёв, Михаил Сергеевич Горбачёв и Джордж Буш-старший тогда ещё подписали торговое соглашение о поставке в Советский Союз замороженных куриных окорочков. Курятина во всём мире считается мясом для бедных, это самый дешёвый и доступный источник животного белка, но тогда ещё про жуков не знали, поэтому поставляли курятину. Эти ножки поставляли в замороженном виде, они такие были необычно большие для нашей промышленности, они немножко пугали людей, люди думали, чем же эти американцы кормят своих кур, почему мясо какое-то необычно белое кому-то казалось. Они такие замороженные, всё, курица, ножки из США, курицы из США стояли, на улицах прямо продавали зимой. В общем, я хорошо всё это помню. И вокруг ножек Буша и сегодня существует множество мифов и легенд, что, мол, там какие-то отходы, мол, они были опасные, какие-то яды в них были. И один из этих мифов — это что вот американцы заключили договор с предателем Горбачёвым, конечно, чтобы уничтожить птицеводческую промышленность Советского Союза. Мол, посмотрели американцы на процветающую советскую птицеводческую промышленность и подумали, как бы нам её уничтожить. Ага, злая идея пришла, коварный план. Будем поставлять чуть ли не бесплатно эти ножки Буша, люди будут покупать наши американские ножки, а все советские птицефабрики просто загнутся. Это, мягко говоря, не соответствует действительности. Ну, во-первых, американцы поставляли не в том объёме, чтобы прямо уничтожить советскую птицеводческую промышленность. Во-вторых, кто помнит начало 90-х и конец 80-х, он прекрасно помнит, что многие люди буквально голодали, и представить себе, что отечественные курицы просто стали никому не нужны, их перестали покупать, невозможно. С полок сметали буквально всё, и любое мясо, оно всегда где-то бы пригодилось. А на самом деле советское сельское хозяйство тогда было отсталым по мировым меркам. Технологии использовались старые, всё это было очень неэффективно. Дефицит продовольствия был вызван в том числе низкой эффективностью тех технологий, которые в советском птицеводстве использовались. И американцы в 90-е годы не только ножки поставляли для тех, кто забыл историю. Дайте мне пять минут, сейчас всё расскажу. В общем, они создавали в России совместные производства, они привозили свои технологии американские, они привозили в том числе и готовое оборудование. Россиюшки давали, которое они так хотели уничтожить, что помимо гуманитарной помощи давали и технологии, и оборудование. И сегодняшние птицефабрики в России, они копируют американские. В общем, американцы не только ножки давали, а научили нас нормально курить их, выращивать и дали технологии. И с ростом доли уже собственного производства процент импортируемых в России ножек Буша постепенно начал падать. Но поставлялись они, кстати, вплоть до 2014 года. А в 2014 году, как вы помните, начались санкции, в ответ на американские санкции, антисанкции, и запретили поставку всей мясной продукции из США. Поэтому последняя американская курица приехала в нашу замечательную Россию в 2014 году. Такая вот история с этими ножками Буша. А что касается спирта рояля, он не был гуманитарной помощи. То есть, если кто-то думает, что американцы по своему коварному плану Даллеса, кстати, план Даллеса, кто не знает, это фейк. Я, правда, делал отдельный ролик. Заливали всё спиртом, и посмотрите, мол, какие они засранцы. Опять же, для молодёжи, салаги, рассказываем, что такое спирт рояль. Это тоже один из символов 90-х. Продавался он, по-моему, 92 градуса у него была крепость. Или 96. У него было 96 градусов крепость, то есть почти 100% спирт, и были литровые бутылки. Бутылки были необычно красивые после совка, там были какие-то короны, что-то с золотом, то есть были такие красивые этикетки. Был этот спирт, и спирт этот, по-моему, немцы его делали. В общем, шёл действительно с Европы, и происхождение, много этого спирта было непонятно там откуда, и бухали его, конечно, страшно. Чтобы просто понимали, почему вообще произошла история со спиртом рояль. Не было ни нормальных акцизов, ни пошли, никто не контролировал завоз этого алкоголя, поэтому там бутылка стоила или доллар, или даже меньше доллара. То есть всё это дело бодяжили, то есть разбавляли и делали водку. Говорят, очень много палёной водки, как раз в 90-е годы делали на основе спирта рояль. Народ там травился, в общем, ничего хорошего там не было. Ну, такие вот были времена. Но опять же, то, что Путин говорит, что вот у нас сейчас развивается виноделие, а в 90-е пили спирт рояль. Мне кажется, ситуация не сильно поменялась. Да, те, у кого сегодня есть деньги, они пьют, конечно, вино. Некоторые даже пьют иностранное вино, российское вино. Есть, кстати, российские производители вина неплохие. Да, что скрывать. Вино в России научились делать. Вот, и это замечательно. Очень люблю некоторые российские вина, и при случае их обязательно пьют. Но не надо забывать, что сегодня народ до сих пор травится дешёвым алкоголем, потому что у него не хватает денег на нормальный. Постоянные истории про отравление, постоянные истории про этот боярышник. Все знают, что такое бояра примерно так, как в 90-е знали, что такое спирт рояль. Поэтому количество населения, которое находится за чертой бедности, количество населения, которое не можете позволить ни нормальное мясо, ни нормальную курицу, ни нормальный алкоголь, оно довольно большое у нас. И радоваться, что, посмотрите, в 90-е была у Джопа, а сейчас мы все едим стейки из мраморной говядины, и пьём просто потрясающее наше вино. Может быть, где-то на кремлёвских приёмах это и происходит. Но, насколько я знаю, в народе до сих пор люди, приходя в магазин, думают, купить сегодня мясо или не купить. Купить мясо настоящее или сосиску, сделанную из хер пойми чего. А сколько стоят яйца? Прошлую новость про скандал с ростом цен на яйца как раз говорит о том, что население нищее, что население яйца использует как источник того же самого животного белка, потому что не может себе позволить мясо. И сегодня, если бы американцы начали поставлять гуманитарную помощь и раздавать продуктовые наборы, я думаю, во многих регионах, особенно в небольших городах и деревнях, выстрелились бы огромные очереди за теми же самыми американскими ножками, ножками Байдена. Так что, мне кажется, некоторые чиновники слишком далеки от народа. Что ещё у нас интересного происходит на просторах необъятной нашей Родины? Мэрия Костромы не разрешила горожанам провести пикет в честь отмены крепостного права в России. Митинг должен был состояться 3 марта в парке Берендеевка. У скульптуры власть на службе народа. Подобные исходы там проходят с 2017 года. Но в этом году администрация Костромы отказала в проведении пикета. Областной депутат Владимир Михайлов сообщил, что это связано с введением в регионе повышенным уровнем готовности. Не понятно, к чему они повышенно готовы, но ладно. В итоге вместо митинга горожане провели круглый стол на тему «Мы не рабы и у нас есть права». Позже представитель мэрии Костромы сообщил РИА Новости, что акцию никто не запрещал. Чиновники якобы просто рекомендовали организаторам от нее отказаться. И те согласились. Вы понимаете, как мы помним, как Песков заявил, что российская демократия самая демократичная. У нас никто никому ничего не запрещает. Просто тебе звонит товарищ майор и настоятельно рекомендует. А дальше демократия. Хочешь – благоразумно откажись, покайся, извини, осознай свою вину перед обществом. А не хочешь – проведи, наплюй на мнение коллектива, наплюй на мнение общественности и настроения в обществе. Давай, давай, покажи свое «Я», оторвись от коллектива. Давай, да, посмотрим, что с тобой дальше будет. Это называется система рекомендаций. Ну, вообще, конечно, забавно. Крепостное право у нас отменили 163 года назад. Да, поэтому русский народ уже забыл, что в нормальной стране для того, чтобы собраться на улице, нужно спрашивать дозволения у барина. Как говорится, вот тебе бабушка и Юрьев день. Впрочем, в некоторых городах России акции гражданского неповиновения все же происходят. В подмосковном Зеленограде кто-то отметил день смерти Сталина, слегка подкорректировав бюст вождя. Памятник на улице Советской был установлен летом прошлого года на частные деньги. В рамках нынешней модификации букву «Т» фамилии отца народов исправили на «Р». Был Сталин, получился срален. Как вы понимаете, ностальгирующие по Советскому Союзу остались недовольны. Полиция проводит проверку в связи с инцидентом. Ну а мэрия городского округа Одинцова сообщила подъему, что переносить памятник Сталину не намерено. Ну и параллельно в России продолжается строительство культа личности другого вождя. На том самом фестивале молодежи, где выступали Борисов и Песков, президента России продавали в качестве сувенира. Это мягкая игрушка в виде человечка, выполненного по образу и подобию Путина и одетого в дзюдоги. Это форма для дзюдо. Посетители фестиваля прозвали его «путяж». Как пишет известие, этот сувенир привез участник фестиваля из Парагвая. Как он сам назвал свою игрушку, не сообщается. При этом официальным символом молодежного форума стал вовсе не путяж, а чебурашка. Чебурашек гостям дарили бесплатно, но еще до конца фестиваля россияне начали продавать их на авито. Цена за одну штуку доходила до 25 тысяч рублей. На самом деле делать игрушки в виде президентов это не такая уж и какая-то новость. Например, в Америке очень часто в некоторых магазинах можно увидеть куклы президентов, только в Штатах они обычно продаются с таким негативным подтекстом. То есть в каких-то магазинах приколов можно купить и Путина, и Байдена, и тем более Трампа. Уж сколько там игрушек на Трампа. Ну, делают их скорее в таком каком-то издевательском виде. Иногда делают их как игрушку для собак. Вот есть там Байден, например, которому можно дать своей собаке, и она будет грызть этого Байдена. Или того же Путина тоже можно дать, и собака будет грызть Путина, а Путин будет ещё так там мило повизгивать. Кучу модификаций там с Трампом, обычно с этим говном на голове его изображают и так далее. То есть обычно это такой чёрный юмор, издёвки, шаржи, карикатуры. Но вот чтобы делали какие-то фанатские игрушки, я, честно говоря, не помню. С другой стороны, а чё мне выебаться? Вот чё мне выебаться и говорить, что, смотрите, там, культ личности Путина, игрушки делают с ним. У меня же есть тоже игрушки. Есть игрушки Варламов. Вот, которые, кстати, продаются в моём магазине. Кто не купил, покупайте. У меня тоже есть маленький культ личности. Ну и, конечно же, можно вспомнить, что всегда на Арбате и в сувенирных магазинах продавались матрёшки с ликами разных президентов. В общем, всё, что угодно туристу, то и продаётся. Если люди готовы покупать себе игрушку в виде Путина, то пусть покупают. Единственное, не очень понятно, мне кажется, это довольно опрометчиво продавать куклы в виде Путина, потому что их же могут использовать как-то не по назначению. Их могут не на алтарь ставить, а могут какие-нибудь иглы в них втыкать или ещё проводить какие-нибудь ритуалы. А я слышал, в Кремле до сих пор существует какое-то суеверно-консервативное такое вот крыло, которое верит в колдовство, в магию, и они должны были как-то остановить от продажи игрушек. Ну, посмотрим. К сожалению, раздать путяша каждому избирателю в России оказалось невозможно, поэтому политтехнологи используют более привычные формы агитации. Если вам на прошлой неделе хотелось провалиться под землю от испанского стыда при просмотре предвыборного ролика на основе слова «пацанат», то знайте, это было только начало. Крупные паблики и каналы, в частности, провоенные, начали размещать у себя кавер на песню инстасамки «За деньги да». Сам ролик под названием «За Россию да» был залит на YouTube ещё два месяца назад. Дипфейк Путина, там танцуют под незамысловатые рифмы, в том числе «Крым российский, а Запад замерзает». Мы, русские, дружим с кем хотим. Хочешь подружиться, признай наш Крым. Кто нас не любит, мы вас не слышим, но как вы от холода в ладошке не дышим. Под конец клипа к Путину присоединяются его друзья – товарищ Си, Лукашенко и Ким Чен Ын, танцующие Gangnam Style. Лукашенко, допустим, легко проглотит подобную вольность, ему не привыкать. Но было бы интересно узнать, согласен ли на такое обращение великий носитель идей Чучхе. Всё-таки российская пропаганда приписала ему культуру проклятых южан. Эхо слова «пацана» прозвучало в другом предвыборном ролике под кодовым названием «Не будь ебанутым, проголосуй». По сценарию школьные учителя выбирают подарок на юбилей для своего коллеги, но забывают проголосовать в чатике, в результате чего побеждает вариант завхоза – ящик водки. Именинница резюмирует, что коллеги ебанулись. Коллеги, вы ебанулись? Это уже чуть менее кринжово получился такой яролаж для взрослых. Где-нибудь в середине-конце нулевых такой ролик даже стал бы вирусным, но на сегодня это уже глубоко устаревшая подача. Причём здесь слово «пацана»? Оказывается, одну из ролей в ролике сыграла Виктория Цыганкова, которая в сериале была преподавательницей музыки. У третьего ролика схожий посыл – если сам не проголосуй, то другие всё решат за тебя и выберут какую-нибудь хуйку. Но мне кажется, вся соль в том, будет ли любая новая хуйка, будь то ящик водки или мужик в костюме пчёлки, хуже действующей. Друзья, ну а теперь срочное включение Олега Кашина. Олег Кашин хочет сказать что-то важное про Даванькова. Это такой кандидат на выборах президента, за которого, возможно, некоторые хотят голосовать. А у Олега Кашина этот счёт есть комментарий. Олег, тебе слово. Привет, Илья. Ещё с нулевых годов, когда Кремль создаёт очередную свою либеральную партию, а их много было – «Гражданская платформа», «Правое дело», партии масона Богданова, партии братьев Рявкиных, партия Росса, в конце концов. Каждый раз, ну, у меня, по крайней мере, когда я об этом писал и думал, первая и, наверное, единственная мысль – а кто за это будет голосовать? Есть ли хотя бы один в России глупый либерал, которому будет достаточно каких-то искусственных либеральных лозунгов на явно Кремлёвской партии, и который поверит, что очередной какой-нибудь деятель, тот же самый масон Богданов, на самом деле представляет интересы каких-то либерально-демократически, по-настоящему, не в ЛДПРовском смысле, ориентированных граждан России. Ну и судьба каждой из этих партий на выборах. Они возникали, исчезали. Судьба каждой из этих партий доказывает, что не один я так смотрел. Последняя по времени партия такого типа, партия «Новые люди», дебютировавшая на выборах Госдумы 2021 года и прошедшая в Госдуму, но тоже кто всерьез об этом говорит? Почему она прошла? Потому что нарисовали, да, Кириенковская партия, вот такой интересный проект. Естественно, ни один из людей, которые относили себя, ну, в широком смысле к антипутинской среде, никогда не видел в партии «Новые люди» своего представительства. Ну, такая понятная пластмасса, да, политическая, мурзилки, как мы привыкли говорить. И теперь, ну, вот у меня точно, по крайней мере, есть некоторый когнитивный диссонанс, потому что в политике, грубо совсем, есть мир живых людей, да, и есть мир пластмассовых манекенов. Максим Кац, известнейший, да, человек наш, называется, общий друг, он, очевидно, живой человек. И как живой человек может агитировать за пластмассового манекена Владислава Дованкова из партии «Новые люди»? В принципе, я видел всю динамику, я понимаю, Кац сделал ставку на Бориса Надеждина, имея в виду, что, а вдруг его допустят к выборам. Надеждина не допустили, а еще на этапе вот тех самых надеждинских очередей Дованков публично сдавал подпись за Надеждина, и было как-то понятно, что они дальше будут взаимодействовать, тем более и сам Надеждин наполовину живой, а наполовину человек вот из этого, опять же, мира выдуманных либеральных партий. Ну хорошо, как сказал бы Олег Тиньков, сомнительно, но окей. Я сам, меня это не тронет, я не буду ради Владислава Дованкова менять свои планы на 17 марта, идти на выборы, голосовать. Это как бы не мое, как говорится, но также не намерен бегать за людьми, которые считают, что Дованков это то, что им надо, не готов бегать за ними, дергать за рукав и говорить, эй, вы что, он же там, не знаю, голосовал за войну. Бог с ним, как говорится, у антипутинской среды, у российской оппозиции сейчас довольно ограниченный арсенал возможностей и варианты действий. Либо бойкотировать, либо за кого-нибудь голосовать. И вот за кого? На самом деле там, понятно, я начинаю с касса, потому что он, наверное, наиболее активен в этой сфере, но, понятно, даже после смерти в фигуре номер один в российской оппозиции остается Алексей Навальный, и буквально у него было завещание. Полдень против Путина. Прийти на избирательном участке ровно в полдень и проголосовать по-старому, по-навальниски, за любого другого кандидата, кроме Владимира Путина. Эту стратегию с 2011 года Навальный и его сторонники использовали только на парламентских выборах и никогда на президентских. Почему так, я не знаю. В итоге, собственно, так сложилось. Ни на одних выборах, ни в 2012, ни в 2018 году, Владимиру Путину всерьез ничего не угрожало. Только в этот раз Навальный, еще будучи живым, призвал голосовать за любого другого. И вот это завещание, дойдя до его наследников, преемников, как угодно, немножко претерпело изменения. То есть, да, они призывают прийти на избирательные участки, а дальше непонятно, портить бюллетень, вписывать Навального, не голосовать вообще, что угодно. И здесь как бы идея распыляется. И, соответственно, вот главная интрига в оппозиции, в российской, хотя вот я это произношу, ну, боже, какие там интриги-то сейчас? Как говорится, не до жиру быть бы живу. Главная интрига, чья тактика восторжествует? Тактика Максима Касса голосовать за Владислава Дованкова или тактика Фонда борьбы с коррупцией голосовать за кого угодно, кроме Владислава Дованкова? Это звучит буквально так. То есть даже Путин в этих спорах где-то там на периферии. А по поводу Дованкова нам доказывают, что он голосовал за все военные законы, он под санкциями, он выдвинут в том числе какими-то избирателями Луганской народной республики, то есть вообще военный преступник, и голосовать за него нельзя. И получается, что вот то самое завещание Навального, дойдя до наших времен, трансформировалось в довольно унылую композицию либо бойкотируй, либо голосуй за Харитонова, либо голосуй за Слуцкого. Вариантов много, естественно, как бы ни один из них не в состоянии овладеть сердцами 100% антипутинских избирателей. И боюсь, что по итогам мартовского голосования окажется, что Владимир Путин не просто, в этом нет сомнений, да, в очередной раз переназначил себя президентом Российской Федерации, но и даже символического, хотя бы как в Белоруссии в 2020 году, символического противодействия ему не будет. Но, как говорится, с одной стороны грустно, а с другой? А кто всерьез думал, что российские выборы, проводимые под контролем и по сценарию администрации президента, всерьез могут повлиять на состояние власти? Никто. А если так, то, действительно, вся эта драматичная дискуссия о политике приобретает форму привычного и во многом даже уютного срача между одними, прежде всего сторонниками Навального и Максимом Касом, который в давних пор для них является такой красной тряпкой для быка. Ну, этот сериал мы знаем, мы любим, мы смотрим и наслаждаемся им просто потому, что драматизм твиттерского срача тоже интересен, хотя не настолько важно, как вопрос о власти в России. На улицах стреляют, президент в телевизоре сидит и вещает что-то о ножках Буша. Но если вам не хватало символов 90-х, то вот вам еще один. разворачивается очередная драма с участием Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова. С той лишь разницей, что теперь в нее затесался еще и Стас Михайлов. Простите. Кажется, в ЧП пора вводить рубрику «Светская хроника». Помогите придумать, кстати, какое-нибудь адское название для этой рубрики. Пишите в комментиках. Если вы не знали, Стас Михайлов – это такая звезда шансона для женщин старше среднего возраста. Ну, то есть его основная аудитория совпадает с электоратом Путина. Видимо, поэтому пиет стал его доверенным лицом, а до этого поддержал войну с Украиной. 5 марта Михайлов заявил, что уехавшие за войной артисты приползут в Россию на коленях и будут целовать ей, той стране, ноги. Россия их сделала значимыми и узнаваемыми. Как только они перестают понимать, их не будет как личность. Б – простая вещь. Они на коленях все еще приползут и будут стоять у России, целовать ноги. Какую историю Михайлов имел в виду, не очень понятно. Но Пугачева явно приняла его реплику на свой счет. Она заявила, что нормальные люди в Россию возвращаться не собираются. А самого Михайлова назвала «м***ком». А что я могу сейчас? М***ть ты, Стасик. Что касается Киркорова, то он опубликовал у себя в соцсетях новую песню Пугачевой «Не беспокойся за меня», и в очередной раз признался певице в любви. Но уже спустя сутки эти записи были удалены. По какой причине Киркоров их стер, он объяснять не стал. Но очевидно, что эфиры федеральных каналов для него теперь дороже дружбы с Пугачевой. И Киркоров теперь очень переживает, когда открывает какую-то дверь. Потому что вот этот опыт захода не в ту дверь оказался для него не очень положительным. Кстати, после визита на Донбасс Киркоров пополнил свой гардероб. Теперь он гоняет в костюмчике цвета хаки. Например, у шоу ТНТ «Сокровище императора» певец заявился в камуфляже «Цифра». Не знаю, как насчёт окопов на Донбассе, но в студии Соловьёва он в такой униформе точно бы не затерялся. Ну и, конечно, забавно наблюдать не только за переобуванием, но и за переодеванием нашей эстрады. Ещё лет пять назад все они прыгали по сцене в каких-то перьях, сеточках. И по сравнению с теми костюмами, что мелькали в эфирах федеральных каналов на голубых огоньках и на юбилейных концертах в Большом Кремлёвском дворце. Голая вечеринка Ивлеева — это просто детский утренник какой-то. А сейчас все строго, у всех водолазочки, все просто, я не знаю, скоро все начнут ходить в военной форме. Ну, как кто-то правильно в Телеграме заметил, что тужатся ребята зря. Потому что зрителю они как раз были интересны, когда прыгают по сцене с перьями в жопе. А если перья из жопы все повыдёргивать и надеть какую-то приличную одежду, то никому они будут и не интересны. Полиция Германии и шведский экономист Андерс Ослунд удалили свои твиты по требованию адвокатов олигарха Алишера Усманова и его сестры. Именно эти твиты в своё время стали основанием для введения санкций против Усманова. В 1922 году Ослунд назвал его любимым олигархом Путина, а немецкая полиция заявила, что сестра бизнесмена владеет яхтой «Дильбар». Юристы Усманова утверждали, что яхта, а также недвижимость в Германии и Италии принадлежат доверенным управляющим трастов. Теперь адвокаты смогли поставить под сомнение обоснованность европейских санкций против олигарха. Ведь они были введены на основании твитов, которых больше не существует. Очень удобно. В январе Усманов через суд в Гамбурге запретил американскому журналу Forbes заявлять, что он выступал подставным лицом Путина и решал его бизнес-проблемы. Эти утверждения Совет Евросоюза скопировал из статьи, когда вводил санкции против Усманова. В общем, как вы понимаете, быть другом Путина и иметь активы в Европе нельзя, но если ты достаточно богат, то можно. И здесь, конечно, мне интересно, как некоторые российские телезрители читают вот эти вот новости, потому что представить себе нечто подобное в России просто невозможно. Можно, конечно, сколько угодно говорить, что у нас самая настоящая демократия, а у них там уже давно тоталитаризм, и все они просто выполняют любые прихоти Америки, у них там сплошная русофобия и всё остальное. Но оказывается, да, оказывается, что даже если ты самый матёрый русский олигархища, типа Усманова, который просто, ну, не знаю, любой человек, знакомый с российскими реалиями, нет никаких сомнений в том, что чувак просто идеальный кандидат там на санкции, что он сделал там для становления, укрепления и развития там нынешнего политического режима в России очень и очень много, потратил на это денег, своих активов, всегда где надо там подмахивал. В общем, чувак прямо в доску свой, важный кирпичик, замковый камень вертикали власти. И всем всё понятно. Но даже такой человек через суды при помощи грамотных юристов может в Европе доказать свою правоту. Ну, а точнее доказать не то, что правоту, а найти косяки в обвинениях, которые против него были выдвинуты, и все эти обвинения разбить, отвергнуть, заставить удалить, запретить публиковать и отправить людей на второй заход. Вот подготовьтесь лучше, потом уже после этого вводите санкции. Потому что в Европе и в Америке есть независимые суды. Суды, которым нельзя позвонить там из администрации президента, суды, которые не боятся, суды, которые могут вынести решения, даже если они полностью противоречат всей там медийной картине, ожиданиям общества и представлением там о добре и зле. Представьте себе какую-нибудь обратную ситуацию, что какой-нибудь, не знаю, там украинский олигарх, Порошенко, вот представьте себе какую-нибудь Порошенко, у которого были какие-то фабрики, эти фабрики в России там отобрали, национализировали, арестовали, считай, его заблокировали, и тут Порошенко, украинский олигарх, его юристы идут в какой-нибудь басманный суд, и басманный суд говорит, незаконно вернуть всё Порошенко, снять аресты, фабрики отдать, санкции отменить, всё это было сделано незаконно, он честный человек, вот, идите в жопу. Вот, представьте, возможно ли, что-то подобное в России, и какой взрыв пуканов был бы у российских пропагандистов, случись такое невероятное событие. А теперь, друзья, новости загнивающей Европы. Граждане Швейцарии на референдуме назначили себе 13-ю ежегодную пенсию. Правительство и парламент выступали против, настаивая, что это слишком дорого обойдется бюджету. Но против 60% голосов избирателей не попрешь. На прошедшем референдуме швейцарцы также отказались от повышения пенсионного возраста с 65 до 66 лет. Невероятно! Живут они в своей загнивающей Европе. Жрут жуков, пауков, и еще проводят какие-то референдумы. Представляете, в России бы провели референдум, хотите ли вы поднять пенсионный возраст, и не желаете ли вы, дорогие граждане, 13-ю пенсию еще получать? Представляете, выходит Путин, правительство, все говорят, что вы, что вы, никак не можно, не получается, потому что куда это годится? Нет у нас денег, граждане, одумайтесь. А граждане говорят, нет, хотим 13-ю пенсию и не хотим повышать пенсионный возраст. И все, все. Кстати, сейчас минимальный размер пенсии в Швейцарии составляет 1225 франков в месяц, максимальный 2450 франков. Ну и надо помнить, что жизнь в Швейцарии будет немножко подороже, и швейцарским пенсионерам этого может не хватать для нормальной жизни. Особенно это касается обитателей Цюриха и Женевы, где стоимость жизни, она из самых высоких в мире. Вот ребята себе и выписали 13-ю пенсию, чтобы можно было побольше путешествовать, получше одеваться и есть в хороших ресторанах. Из-за хуситов в Йемене возникли новые проблемы. Раньше они атаковали торговые суда в Красном море, но теперь, похоже, добрались до подводных интернет-кабелей. И повредили сразу 4 штуки. Это вызвало серьезный сбой в работе связи между Европой и Азией. Сильнее всего пострадали пользователи из стран Персидского залива и Индии. Трафик, который шел по поврежденным кабелям, пришлось перенаправить на 11 оставшихся в Красном море. Теперь телеком-операторам нужно найти компании, которые согласятся отремонтировать кабели. Причем в условиях, когда в любой момент может прилететь беспилотник или ракета хуситов. Вот так вот. Ребята, которых никто не воспринимал всерьез, которые вели там какие-то войны, которых называли наркоманами с калашами, они сумели сначала поставить под удар мировую торговлю, а затем еще и всерьез угрожать связи между континентами. О том, кто такие хуситы, я делал отдельный ролик, если не знаете, посмотрите. И интересна, конечно, реакция Запада, который не спешит как-то вмешиваться, не спешит какую-то выражать озабоченность. Я не заметил никаких резких заявлений. Американцы попытались там что-то побомбить, как вы помните, но результата это никакого не дало. Мир немножко охуел, все поняли, что сейчас там начнется очередная полномасштабная война, поэтому решили ребят оставить без присмотра. Ну, как-то шалят, как-то ущерб вроде минимальный, то кабель порвут, то какой-то корабль там потопят. Вот, ну, глядишь, ничего страшного, глядишь, сами успокоятся и пронесет. А тем временем в Бангкоке произошла эпичная схватка между тайскими леди-боями и филиппинскими трансгендерами, которые не поделили территорию. Этот конфликт начался со спора возле ресторана морепродуктов. Двое тайцев и трое филиппинцев не нашли общий язык и разошлись, чтобы вновь сойтись уже с подкреплением. Всего в драке участвовали 15 приезжих транс-женщин и лишь шестеро местных леди-боев. Конец немного предсказуем. Тайцы, точнее тайки, получили пи***ли и пожаловались на чужоземцев в полицию. Слухи об этом конфликте широко разошлись в местном комьюнити секс-работниц. Тайские транс-женщины собрались с толпой в отеле, где находились филиппинки. Но на их беду за транс-гастарбайтерами как раз в это время приехала полиция. Именно в этот момент вспыхнула еще одна массовая драка с участием десятков транс-женщин. В результате был ранен один человек. По некоторым данным, досталось даже полицейским. Полиция теперь проверяет, легально ли филиппинки находились на территории Таиланда. Местные леди-бои утверждают, что приезжие из Филиппин уводили у них клиентов возле самых популярных в плане проституции отелей. И вообще вели себя крайне агрессивно. Такие вот у людей проблемы. Замглавы национальной полиции Таиланда генерал Сурачет Хакпарн по прозвищу Биг Джоук стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Его и еще четверых полицейских подозревают в получении взятки от владелицы онлайн-казино, которое в Таиланде известно под кличкой Мини. За деньги силовики должны были закрыть глаза на незаконные операции и теперь их обвиняют в неисполнении обязанностей. Другая группа полицейских, их количество точно неизвестно, вероятно, прямо участвовала в управлении онлайн-казино. И здесь вы хотите спросить меня, Илья, ну какая-то мелкая история из Таиланда, какого-то там полицейского даже не повесили на столбе, а просто там начали проверку, коррупция, почему нам может быть все это интересно. Все дело в том, что Максим Кац и политик Дмитрий Гудков рассказывали, что именно Биг Джоук по наводке российских дипломатов приходил в камеру к музыкантам группы B2 и намеревался обеспечить их депортацию в Россию. Гудков считает, что своим поведением Хакпар на весь мир подставил премьер-министра Таиланда. В общем, говорят, пишут, что это был один из ключевых злодеев в истории с группой B2, который хотел сделать много гадостей, пакостей, но у него ничего не получилось. И теперь вот чувака настигла карма. Не знаю, связано ли это как-то с событиями с группой B2 или не связано, но, возможно, карма действительно существует. По крайней мере, для тайских полицейских. Шотландская кинокомпания Caledonia Pictures снимет фильм ужасов по мотиву провальной выставки о Вилли Вонке, которая открылась и тут же закрылась в Глазго. Несмотря на то, что выставка просуществовала всего один день, она успела стать мемом во всем мире. В центре сюжета хоррора под названием «Неизвестная» будет один из персонажей этой выставки. А всё началось с того, что в Шотландии появилась реклама нового развлечения для всей семьи. Реклама была красивая. И ссылка вела на сайт Billy Wonka Experience, который, кстати, работает до сих пор. И там можно найти яркие картинки, которые были сгенерированы, как это часто бывает, нейросетью волшебной миры, описание к некоторым аттракционам. В общем, нейросеть всё сделала красиво. И за весь этот экспиренс организаторы просили 36 фунтов стерлинга, типа около 4 тысяч рублей. Немало. Люди посмотрели на эти красивые картинки и схватили в охапку своих детишек и отправились по указанному на сайте адресу. Но оказалось, что красивые картинки не имеют ничего общего с реальностью. Потому что на деле аттракцион представлял собой полупустой склад с серыми стенами, на которых в Крифе в Кось были размещены небольшие баннеры с картинками и немного хаотично расставленной декорацией. Детей развлекали аниматоры, которые тоже выглядели довольно потрёпанными жизнью. А в итоге разочарованные родители начали делиться фото и видео с мероприятия, и Вилли Вонка Экспиренс моментально превратился в мем. Больше всего публике понравилась зеленоволосая девушка в образе Умпа-Лумпы, которая заведовала лабораторией воображения. На фото она была настолько депрессивной, будто её лаборатория производит тяжёлые наркотики. Другой завирусившийся мем — нечто в серебряной маске. Именно этот образ вдохновил кинокомпанию на создание фильма «Неизвестное». На выставке этот персонаж так и называется «Неизвестный». Там он был главным антагонистом. Но ни в оригинальном произведении о Вилли Вонке, ни в экранизациях он не упоминается. Позже выяснилось, что идейный вдохновитель и организатор всей этой вакханалии использовал нейросети не только для отрисовки баннеров. Он ещё и попросил бота написать сценарий выставки. После жалоб родителей и вызова полиции прямо на выставку аттракцион был спешно свёрнут. Организаторы извинились и пообещали вернуть баблишкам. Упоротые «Умпа-лумпа» и неопознанная «Хтонь в маске» возможно станут не только героями нового фильма ужасов, но и самыми популярными персонажами на Хэллоуин в этом году. Некоторые шотландцы уже начали заранее готовиться к празднику. Ну а не менее важными британскими новостями с вами по традиции хочет поделиться Костя Пинаев из Лондона. Илья, и все-все-все, снова привет. С вами, как обычно, из Лондона Константин Пинаев с последними новостями нашего королевства. На этой неделе, 7 марта, по всей стране дети в школу шли в костюмах разных героев книг. Это у нас так принято отмечать World Book Day, ну то есть Всемирный день книг. Часто, правда, дети превращают этот день во Всемирный день фильмов по книгам и одеваются скорее в героев фильмов, но хотя бы так. День стабильно у нас заканчивается тем, что в запрещенных в России социальных сетях родители выкладывают фотки костюмов своих детей и лайкают фотки соперников. В прошлом году трехлетний мальчик из Рэд Хилла одержал победу вот в этом неформальном соцсоревновании, придя в школу в костюме принца Гарри. Мама у него профессионально занимается гримом и мейкапом и, честно, сказала, что трехлетний сын пока не осилил автобиографию принца, но любит его, мол. Вы наверняка помните, что год назад принц Гарри выпустил автобиографию под названием «Запасной». Несмотря на все вздохи, осуждения, закатывания глаз, книга стала одной из самых продаваемых книг в мире в 2023 году. По закону автобиографического жанра принц довольно откровенно рассказал там про свою действительно непростую жизнь. И в этом году беда пришла откуда не ждали. Автобиографию принца вечеринок прочитали даже американские консерваторы. Аналитический центр The Heritage Foundation решил проверить, не наврал ли принц при заполнении анкету на американскую визу. Кто заполнял эту анкету, тот наверняка помнит целую серию довольно забавных вопросов. Типа, учились ли вы когда-нибудь использовать химическое оружие? Или, внимание, нарушали ли вы когда-нибудь закон в связи с владением, употреблением или распространением нелегальных наркотиков? И смысл этих вопросов в анкете на визу не поймать рассеянных сотрудников ФСБ, которые случайно ответят «да» на вопрос про химическое оружие, а иметь легальный повод для ограничения въезда в связи с неверными данными при заполнении юридического документа. То есть были случаи, когда на американской границе британцев разворачивали, которые вот в мессенджерах обсуждали наркотики, и при этом коварно ставили галочку «нет» вот в этой анкете, в графе про наркотики. В свое время, опять же наверняка знают, у Джона Леннона было очень много проблем с американской границей как раз на эту тему. Так вот, вернемся к аналитическому центру The Heritage Foundation. Они подали в суд на принца и пытаются заставить Департамент национальной безопасности США опубликовать анкету принца Гарри 2020 года, чтобы посмотреть, в какой графе принц поставил галочку в вопросе про наркотики. Потому что в своей автобиографии он пишет про то, как употреблял марихуану, кокаин и волшебные грибы. Поэтому, мол, он должен был поставить галочку «да» в вопросе про наркотики. А там могут быть вот такие нестыковки, которые в свое время могут привести к отзыву визу и, как итог, к будущим проблемам с получением американской визы, а также вообще паспорта, если вдруг принц его решит получить. Или в случае с принцем это, скорее всего, приведет, если честно, к тому, что у юристов принца опять будет много работы. Не то, чтобы у них было мало, но будет еще больше. Потому что, как мы знаем, не все так однозначно. Любая новость про королевскую семью рождает 10 конспирологических новостей. Поэтому любой юрист вам скажет, что автобиографию принц писал не под присягой. И, мол, может, он просто побольше книг решил продать. И ради красного словца рассказал всем неправду, заигравшись в роль мальчиша-плохиша. А сам наркотики он даже не трогал. Поэтому написанному в анкете, мол, можно верить. И, опять же, пока никто анкеты в публичном доступе не видел, теперь американский судья должен решить, будет ли документ вообще представлен широкой публике. Потому что есть еще право на частную жизнь, но даже у принца Гарри. И, кстати, вполне вероятен сценарий, при котором принц в вопросе про наркотики честно ответил да, потому что, опять же, у него есть юристы, и наверняка он с ними тоже посоветовался на эту тему. Так что, да, если будете писать автобиографию, будьте бдительны. До новых встреч, пока-пока. На прошлой неделе в Москве похоронили Алексея Навального. Гроб был опущен в могилу под главную музыку из любимого фильма-оппозиционера «Терминатор 2». А дальше случилось что-то невероятное, потому что после похорон интернет-пользователи обнаружили этот сериал в сетке вещаний некоторых телеканалов. Например, показ «Терминатора 2» был анонсирован на РЕН-ТВ, Кино-ТВ и канале Кинохит. И многие приняли это за некие подмигивания оппозиции от телеканалов, мол, сторонники вот так выражают свою солидарность. Но, скорее всего, это было просто совпадение. Сетка составлялась задолго до похорон, да и фильм про киборга-убийцу, один из самых часто транслируемых на российском ТВ. Тем не менее, РЕН-ТВ пришлось опровергать обвинения в поддержке Навального. Сотрудница редакции заявила Z-сайту Daily Storm, что эти вещи, ну то есть похороны и присутствие фильма в сетке вещаний между собой не связаны. К новостям отечественных технологий. А губернатор Петербурга Биглов вместе с питерским митрополитом в Арсенофе объехал по каду весь город на автобусе и с собой они в салон захватили икону Божьей Матери, которую временно позаимствовали у Казанского собора. Торжественная вечеринка на колесах была приурочена к наступающему периоду Великого Поста. Пути чиновник и главный поп города помолили за патриарха Кирилла, Путина, конечно же, российскую власть и петербуржцев. Именно в таком порядке. Хотя молиться за жителей Петербурга митрополиту и Беглову стоило бы в первую очередь. Ведь только с Божьей помощью можно пережить зиму в этом городе. Что у нас там еще у РПЦ интересного происходит? РПЦ собираются учить целомудрию в школах. Об этом сообщил выборгский протеерей Игорь Аксенов на гиппократовском медицинском форуме. Что он делал на мероприятии для медиков, решительно непонятно. Необходимость разработки и внедрения в школу междисциплинарной программы воспитания у подростков целомудрия до вступления в брак. По мнению священника, очень полезно, когда и мужчины, и женщины хранят себя до свадьбы. Ведь небрачная половая жизнь влечет за собой разрушительные последствия для здоровья, психики и биографии. Вот так вот, друзья. В общем, друзья, будьте осторожны. Если вы сейчас состоите не в браке и ведете какую-то половую жизнь, вы должны иметь в виду, что это не только повредит вашему здоровью, непонятно, кстати, как психике, тоже непонятно, как, но повредит еще и вашей биографии. Вот здесь для меня вообще огромный вопрос. Я могу сразу признаться, у меня с биографией все плохо. У меня до свадьбы был секс. Простите меня, стыдно, каюсь. Возможно, это отразилось на моем здоровье и на моей психике. Ну и чтобы никто не сомневался, что все это просто галимый пи***ш, Аксенов сослался на некий американский исследователь. Если верить им, люди, которые не торопятся вступать в интимную связь в юности, создают более крепкие семьи. Если в подростковом возрасте начали заниматься сексом с 13 до 16 лет, то 31% разводятся в течение первых 5 лет после свадьбы, а до 10 лет брак сохраняет не более половины опрошенных. Среди тех, кто не спешил расстаться с невинностью, процент разводов вдвое меньше, 15 и 27%. Батюшка и его коллеги все же не настолько оторваны от реальности и понимают, что унылого чесания языком будет мало. Подростков придется чем-то завлекать в свою секту целомудрия, поэтому под эгидой РПЦ будет создана самая настоящая молодежная субкультура. Пожелавшие стать ее частью подростки будут давать торжественный обед целомудрия в храмах или на молодежных мероприятиях. А чтобы они могли заприметить друг друга в толпе, будет разработан специальный мерч, например, в футболке с надписями «Я жду» или «Давай подождем», «Настоящая любовь ждет» и так далее. Заодно молодежи предлагается носить кулоны и кольца целомудрия с похожими гравировками. Также необходимо создать молодежную субкультуру хранения целомудрия до вступления в брак. Также можно формировать моду на ношение футболок с соответствующими надписями, например «Я жду» или «Давай подождем» или «Настоящая любовь ждет». Можно на английском сейчас они популярны, «Пожалуйста, I'm waiting, let's wait, true love waits». Ну хорошо, что хоть кулоны и кольца, а не пояса верности. Хотя не удивлюсь, если в каких-нибудь церковных лавках РПЦ начнет продавать пояса верности, чтобы там дитя не набаловалось случайно. Но вообще, конечно, забавно, что все это уже было в Саус-парке, точнее в начале нулевых в США и уже потом в Саус-парке. Тренд на девственность среди подростков когда-то продвигали американские поп-звезды вместе с примерно таким же мерчом и ложью о своем целомудрии. Ну а спонсором продвижения этой повестки была корпорация «Дисней», которая сейчас продвигает совсем другие ценности. «Зато от вас у девчонок внизу свербит». «А если у них там свербит, то я зарабатываю денежки, а?» «А благодаря кольцам невидности я могу делать вообще все, что угодно». «Я продаю их дочерям настоящий секс». «Да я на них миллиард заработаю». В Новосибирске начали искать должников за коммуналку, чтобы завербовать их на войну с Украиной. Как рассказал телеграм-канал «Сибирский экспресс», управляющим компаниям в Новосибирске поручили собрать данные по должникам за ЖКХ. В письме от главы Ленинского района говорится, что это нужно для содействия военным комиссариатам по набору людей в армию. Независимый депутат Светлана Коверзина подтвердила подлинность документа. По ее словам, в других районах Новосибирска такая же ситуация. По данным Федеральной службы судебных приставов, всего в России 8 миллионов должников по ЖКХ. В общей сложности государство хочет с них получить почти 900 миллиардов рублей. И в этой новости, конечно, нет ничего удивительного. Все мы помним, что еще год назад появилась реклама, где ставка делается на людей с долгами, на людей малообеспеченных, и что война и отправка на фронт может стать хорошим решением, в первую очередь, финансовых проблем. То есть люди, по сути, покупаются. Ну, а как по-другому? Там идейные закончили. Все, кто хотел пойти добровольцам, уже давно на фронт ушли и находятся там. Все идеологические, пропагандистские штампы уже давно были сказаны. Вся вербовка и обработка уже проведена, и добровольцев давно не осталось. Останутся только те, кто может туда идти для того, чтобы решить свои какие-то финансовые проблемы. На них, собственно, делался упор в рекламе, и на них делается сейчас будет, видимо, какой-то более точной обработкой идти их. Я не знаю, как их там собираются агитировать, но звоночек тревожный. Ну, а в регионах нужно понимать, что спускают просто план, у них плановая работа, и регионы отчитываются, сколько кого они смогли подписать. Как это делать, я не знаю, простым чудовникам, тоже не очень понятно. Видимо, будут вести какие-то личные разговоры с наиболее уязвимыми группами населения. Ну и охоту за должниками на днях начали судебные приставы и в Красноярске. Видимо, будут жестить, видимо, будут, не знаю, приходить домой, угрожать отнять последнее жилье, выселить там на улицу, особенно если есть семьи, ну, просто ставить человека в безвыходное положение, после чего ему там не останется ничего, кроме, как, я не знаю, подписать контракт и, ну, как минимум, спасти свою семью и обеспечить им какую-то сносную жизнь. И в этой ситуации, конечно, не нужно забывать, а как-то вышло, что после стольких лет вставания с колен, что после стольких лет и рассказов, что у нас там какая-то вторая или первая экономика в Европе, как у нас всё замечательно, всё цветёт, пахнет и расцветает, и вообще все остальные страны нам завидуют, как-то так 8 миллионов должников, люди, которые не могут элементарно платить за коммуналку и за которыми сегодня бегают приставы, и, видимо, будут убеждать их отправиться на войну. Ну и ещё один пример того, как некоторые люди сегодня в России живут. У жительницы деревни Подгорная в Новосибирской области забрали детей из-за того, что в её доме нет отопления. Алла Замятиева с двумя детьми жила в бревенчатом доме с дровяной печью. В холодные дни она включала обогревателя, чтобы было теплее, но и задолго в 4 тысячи рублей коммунальщики отключили ей электричество, причём сделали они это в 30-ти градусный мороз. Женщина попросила помощи у соцзащиты в виде дополнительный дров для растопки. Вместо этого к ней приехала опека с участковым и заставила отдать детей в Центр социальной помощи. Женщина пожаловалась местным справоросам, и те помогли оплатить долг, но детей Замятиевой так и не вернули. Она возмущена тем, что из-за копеечного долга мать-одиночку бросились замерзать в лютый холод. Да, вот, собственно, такая птицовая ситуация. 4 тысячи рублей, да, какая-то хуйня. То есть, ну, вы представляете, да, насколько жизнь этого человека тяжёлая, да, и вместо того, чтобы как-то, не знаю, помочь, решить её вопросы, как-то обеспечить их как-нибудь сносную жизнь, чтобы она не замерзала, у неё забирают детей и, видимо, тоже предлагают самостоятельно как-то решить свои вопросы, чтобы она смогла вернуть своих детей. В белорусской тюрьме зафиксирован первый со времён ГУЛАГа случай заболевания цингой. Эту болезнь нашли у политзаключённого Степана Латыпова, который отбывает срок в Могилёве. В 20-м году Латыпов участвовал в протестах против Лукашенко, за что его приговорили к 8 с половиной годам тюрьмы. Он жаловался на пытки, даже пытался покончить с собой прямо в зале суда. В 22-м году мужчине ужесточили режим содержания, а в феврале у него обнаружили цингу. Если вы не знаете, то это болезнь, которая возникает из-за недостатка витамина С. У человека начинают кровоточить дёсны, расшатываться зубы. Цингой часто страдали узники времён ГУЛАГа, но в эпоху позднего СССР эта болезнь из тюрем исчезла. Вообще, раньше цингой болели на кораблях, где не было фруктов, не было просто витаминов элементарных, и люди ели там, условно, только рыбу и какие-то там крупы, которые у них были. Вот, именно поэтому витамины, фрукты, какая-то нормальная диета важна. Ну, в ГУЛАГе понятно, да, примерно по тем же причинам, просто скудное питание, недостаток витаминов. И мы видим, что рацион заключённых в белорусской тюрьме примерно такой же. Бывший начальник медслужбы в тюремной системе Беларуси Василий Завадский рассказал Deutsche Welle, что профилактика цинги довольно проста. Прежде всего, это питание. Например, заключённым дают квашеную капусту, в медсочасти могут выдавать, там, аскорбинки, а нормальную еду передают родственники. Но если человек находится в ШИЗО или ещё в каких-то строгих условиях содержания, витамины передачи он может не получать. А политзаключённых в Беларуси, как и в России, часто признают нарушителями режима. Латыпов отбывал наказание в колонии под городом Ивацевичи. Люди, которые сидели с ним в одно время, говорят, что к политзеку изначально было предвзятое отношение со стороны администрации. Другим осуждённым запрещали с ним общаться. Степана неоднократно помещали в ШИЗО, а потом перевели в помещение камерного типа. Международный уголовный суд впервые выдал ордера на арест двух российских военачальников. Это командующий дальней авиации Сергей Кобылаш и командующий Черноморским флотом Виктор Соколов. На сайте МУС говорится, что адмирал Соколов и генерал-лейтенант Кобылаш могут быть ответственны за военные преступления, а именно за нанесение ударов по гражданской инфраструктуре на территории Украины, что привело к гибели мирного населения. Речь идет о зиме 22-23 годов, когда российская армия бомбила украинские электростанции. Подробное содержание ордеров засекречено. Соколов был назначен командующим Черноморским флотом в сентябре 22-го года. В этом феврале Z-блогеры писали, что его сняли с должности из-за потери корабля «Цезарь Кунников», но официальный Минобороны об увольнении Соколова не сообщало. Вот так вот ордера продолжают выдавать. Я напомню, что первые ордера были выданы против Путина и Львовой Беловой. Их обвинили в насильственном вывозе детей с территории Украины. Тебя добавились военачальники, я думаю, только начало. И понятно, что Россия, как и Америка, и ещё некоторые страны этот суд не признают. Но даже на примере российского президента видно, что даже в дружественные страны, вроде ЮАР, он поехать уже не может, потому что те страны, где решения Международного уголовного суда признаются, даже несмотря на все иммунитеты и всё остальное, они не могут гарантировать безопасность. Также очень опасно летать становится с подобным статусом, потому что любая там незапланированная посадка в любой стране, которая решения Международного уголовного суда признаёт, и таких стран довольно много, она как бы означает тоже моментальный арест. Я, конечно, не думаю, что эти военачальники рассчитывали как-то Россию куда-то покидать. Военные, особенно военные в таком статусе, имеющие доступ к гостайне, они не выездные, у них нет загранпаспортов, да и сами военные в таком звании прекрасно понимают, что без всяких решений уголовных судов и ордеров на арест, они являются мишенью в любой стране, где сильны там западные спецслужбы, и они могут быть арестованы под любым другим предлогом, взяты там таким образом в заложники, использованы для обмена и всё остальное. Да и никто их опять же не выпустит, учитывая, что они имеют доступ к гостайне. Но это важный, мне кажется, сигнал для всех остальных, что тот же самый Международный уголовный суд продолжает работать, и этих ордеров на арест и приговоров будет ещё много, и коснутся, скорее всего, они не только военных, которые свой выбор сделали и крест на передвижение перемещения по миру поставили, но и против чиновников, против пропагандистов и так далее, я думаю, только начало, и впереди в этих списках мы увидим ещё много фамилий. О, охрененная новость! Учителя школы в селе Китово, это Курганская область, предъявили детям за шмот. Они стали унижать школьников, которые носят патчи с логотипом итальянского бренда Stone Island. Такие шевроны пользуются популярностью у футбольных фанатов и, видимо, у курганских подростков. Одна из педагогов школы заявила, что итальянский бренд в России якобы запрещён, хотя это пи***ж. По её словам, местные дети на самом деле в жизни не видели брендовых вещей. Купили её за три копейки в китайском магазине, сидите сейчас права качайте, возмущается учительница. Школьники записали разговор на диктофон и показали родителям. Родительский комитет школы возмутился хамским поведением учителей. Какая она ваша брендовая вещь? Вы в шее с ними не видели никогда брендовые вещи? Да. Вы хотите сейчас нас привезти, да? В территории Российской Федерации ваш бренд запрещен. Вы понимаете, что в магазинах даже штрафы накладывают, когда, например, продают вещи, и вот так, как вы, например, нашиваете какие-то бренды. Это вы делаете нельзя. Вы, извините, купили её за три копейки в китайском магазине. Украина какой-то наделали, и эту заказали на Валдерсе, нашивку, и сидите сейчас права качайте. Я как раз не знаю, как вы живёте, где вы одеваете, в чём у вас проблема? Не думал я, что в уральском селе на 8000 человек такое внимание уделяется моде. Ну а сама преподша, видимо, ходит в валенках Лабутен. Ну и каминг-аут. У меня тоже такой есть. Я не футбольный фанат. Просто мне понравились шорты. Я их купил. Я не знал, что за это можно опи***литься в Курганской школе. Так что вот с этим в Курганскую школу я обещаю не ходить. А в Ямало-Ненецком автономном округе у преподавателей другие развлечения. Там студентам объясняют, как не стать марионеткой Госдепа США. На самом деле всё просто. Не надо участвовать в митингах. И так совпало, что пропаганду среди студентов усилили после гибели Навального в Ямальской колонии. Будущих электриков и программистов из Ноябрьского колледжа печати информационных технологий чуть ли не ежедневно теперь стали сгонять на профилактические беседы. Одна из них так и называлась. Участвовать в несанкционированных митингах значит быть марионеткой Госдепа США. Ну, вы знаете, все несанкционированные митинги — это исключительно Госдеп США. Учитывая, какое количество несанкционированных митингов в России, просто удивляешься, насколько могущественны эти американцы, насколько вездесущ Госдеп, что он запустил себе свои эти щупальца буквально во все российские регионы. Педагоги рассказывают подросткам про соросят, не путать с поросятами, которые раскачивают социальную стабильность России, а также про крысиную возню Газдеповских глашатых перед выборами. Судя по слогу, организаторы бесед обучили нейросеть на основе телеграм-канала Медведева, а потом попросили её написать лекцию. Политруки призывают ямальскую молодёжь не поддаваться манипуляционным действиям русофобов. Заодно студентов грузят фильмами о вербовке в террористические организации. Учебный день в колледже теперь начинается с профилактических пятиминуток или даже часов. Куда бы ни стремилась современная Россия, всё равно получается какая-то антиутопия. Ну, я не знаю, насколько хорошие электрики или программисты выйдут из этого колледжа, но люди будут защищены от любой госдеповской пропаганды. И никакие соросята не заразят их своей русофобией. За это уж можно быть спокойным. А то, что х**й электрик в итоге получится, или х**й программист напрограммирует потом какую-то х**ю, это уже не так страшно. Главное, чтобы соросята не засрали мозг. Привет, Илья. Самым обсуждаемым событием недели стала пятничная речь президента Джо Байдена в Конгрессе, точнее ежегодное обращение State of the Union, которое обычно переводят как «О положении дел в стране». Хотя лично мне больше нравится буквальный перевод «О состоянии союза». Эту речь активно комментировали и продолжают комментировать все американские СМИ. Крупнейшие телеканалы, издания, блогеры-миллионники, региональные городские газеты и даже проповедники в протестантских церквях. Так что сейчас будет много цитат. И тех, кто от обращения Байдена в восторге, скептиков и критиков. Формальное ежегодное выступление американского президента – это почти то же самое, что обращение российского президента к федеральному собранию. Собственно, российская традиция – это прямая калька с американской. Действующий президент выступает перед депутатами обеих палат парламента, в данном случае палаты представителей и Сената. Отчитывается о положении дел в государстве, обозначает главные стоящие перед страной вызовы и рассказывает, как собирается их решать. При этом в Штатах трансляция этого мероприятия куда более яркое шоу, чем в той же России. Начинается она обычно за 15-20 минут до появления в зале президента. Зрителю показывают конгрессменов, сенаторов, судей, министров. Мы видим, кто с кем и как общается. Есть блогеры, которые комментируют это начало с той же увлеченной, сколь, например, церемонию вручения Оскара. Рассказывая, кто во что одет, кто чем в последнее время занимался, в каких громких делах или скандалах участвовал. Затем в зал заходит, собственно, глава государства. И еще минут 15-20 занимает процесс его общения с гостями. Кому-то подмигивает, с кем-то обнимается, мимо кого-то проходит, не обратив внимания. Политобозреватели потом разбирают каждую деталь. И уже после этого президент выходит на трибуну и начинает свою речь, которая регулярно прерывается аплодисментами его сторонников, почти овациями и временами свистом или недовольным ворчанием его противников. На мой, и не только на мой взгляд, главный месседж конкретно этой речи Джо Байдена можно сформулировать коротко. Я здоров, бодр и могу спасти мир. Этот месседж, в чем как раз сходятся все наблюдатели, вне зависимости от симпатии к Байдену, ему удался на все сто. Я, пожалуй, вообще не припомню другого выступления за четыре года Байдена в Белом доме, во время которого он бы говорил так бойко, громко, энергично. Ну, то есть прозвище, которое в отношении него регулярно использует Дональд Трамп, сонный Джо, позавчера было вообще не про него. Байден говорил час и семь минут, не запинался, не забывал имен или события. Один раз позволил себе небольшую оговорку, которая тут же обыграл свою пользу. Ну, то есть не факт, что она не была запланирована. А после речи поставил рекорд по времени выхода из зала. Он выходил 33 минуты, останавливаясь, выслушивая и комментируя обращения к конгрессмену. Скажу так, если бы я не знал, сколько Байдену лет и как проявлялся его возраст раньше, когда он путал имена и должности, спотыкался, ну, вы в курсе всего этого набора. Я бы решил, что американскому президенту не больше семидесяти, что он в отличной форме. Что тут сработала медицина, фарма, медитация или просто боевой настрой, я не знаю. Но, повторю, то, что Байден на сей раз продемонстрировал нации и всему миру бодрость, энергию и готовность управлять страной еще четыре года, факт. Как факт и то, что это была, конечно, предвыборная речь на все сто. Нью-Йорк Таймс прямым текстом пишет, что главной целью Байдена было убедить американцев в своей готовности идти на второй срок. Начинаем обещанные цитаты. Он привел свои аргументы громко и убедительно. Воспользовался, возможно, самой большой телевизионной интернет-аудиторией, чтобы продемонстрировать свою выносливость, жизнеспособность, потенциал и негодование по отношению к бывшему президенту Дональду Трампу. Критики Трампа и правда было много. Ее контэссенцией, пожалуй, стал момент, когда Байден вспомнил, как в свое время обратился к Михаилу Горбачеву, республиканец Рональд Трейген. «Господин Горбачев, снесите эту стену», — сказал он тогда, имея в виду Берлинскую стену как символ противостояния советского блока и Запада. И тут же Байден напомнил недавние слова Трампа. «Я скажу им, делайте, что хотите». Так Трамп ответил на вопрос, что он скажет Путину, если Россия нападет на страну НАТО. Занятно, что параллельно с обращением Байдена проходило и выступление Дональда Трампа. Трамп пытался в режиме реального времени комментировать аргументы своего противника. В итоге он назвал выступление Байдена позорным и худшим в истории. Со своей стороны замечу, что комментарии Трампа выглядели бледнее и звучали не так убедительно. Я уверен, что энергия Байдена произвела впечатление и на него. Еще одна цитата на сей раз из издания Wall Street Journal, который сравнил два выступления. «Байден и Трамп в своих выступлениях демонстрируют два разных взгляда на Америку. Возрождающаяся Америка, уверенно продвигающаяся к будущему общему процветанию Байдена против антиутопического захолустья, находящегося на пути к гибели Трампа. Несмотря на разительные отличия речей в них, были и общие черты. Оба кандидата, каждый с обилием собственных недостатков, явно стремится пробудить эмоции уставшего электората и уловить настроение сегодняшнего дня, попутно убеждая этот самый электорат в том, что альтернатива еще хуже». Еще одна цитата. Байден начал свое выступление в четверг с разговора о войне в Украине, обрушившись критикой на Путина и призвав Конгресс преодолеть затор и одобрить увеличение военной помощи Украине. «К радости многих тех, кто обеспокоен обязательствами Вашингтона в отношении Украины и Европы в целом». Это уже цитаты из статьи в издании «Политику», авторы которой анализируют реакцию европейских политиков на слова Байдена. «То, что Байден сразу же обрушился на Трампа, порадует европейских чиновников, которые втайне ненавидят бывшего президента США». Консервативная американская пресса соглашается в целом с тем, что Байден произвел впечатление своей бодростью, критикует его за то, что он своей жесткой риторикой еще больше усиливает раскол в обществе. Вот, например, что пишет журнал «Американский консерватор». «Воступление превратилось в ритуальное унижение для Конгресса и Верховного суда. Конгресс опозорил себя, позволив обращению о положении дел в стране превратиться в предвыборный митинг партии президента. Партия президента кричит и ликует, а оппозиция вынуждена сидеть молча, пока над ней издеваются в течение двух часов». Другой консервативный журнал «Нэшнл Ревью» пишет, что Байден хотел расшевелить демократическую базу, которая год от года становилась все менее восторженной по отношению к Байдену. Прокричав почти всю речь, Байден максимально увеличил шансы на то, что в любом ролике, который попадет в вирусную сеть, он будет выглядеть разгоряченным и бесстрастным, а не сонным стариком. В общем, симпатизирующие Байдена журналисты или похвалили речь, или отозвались о ней максимально беспристрастно, констатируя факты. Те же, кто симпатизирует Трампу, раскритиковали Байдена, но исключительно за его предвыборную риторику. При этом самими аргументами, которые Байден назвал в речи, ну то есть сокращение безработицы, рост числа рабочих мест, а за время его президентства стабилизация экономики в целом, с этими аргументами не спорит практически никто. CNN, как всегда, в своей излюбленной рубрике «Факт чекинг» устраивает разбор утверждений Байдена. И несмотря на то, что американские консерваторы и российские пропагандисты, как вы хорошо знаете, постоянно критикуют CNN за некую ангажированность, за некий пробайденизм, этот разбор предельно ясно объясняет, ну в чем президент прав, а где исказил факты. Например, Байден озвучил ложные данные о количестве смертей от ковида во время президентства Трампа и привел некорректные, мягко говоря, оценки налогов, которые платят миллиардеры. Но, в целом, повторю, озвученные Байденом цифры, данные об успехах американской экономики верны, поэтому их не оспаривал из его противников практически никто. В общем, как я уже не раз и обещал вам, тут в Англии вообще быть необязательно, предмогенная компания уже приносит сюрпризы. И вот эта бодрая такая исполненность жизнелюбия и напора речь Байдена подозреваю самой скромной из тех сюрпризов, свидетелями которых нам с вами еще предстоит стать. На этом пока все. Подписывайтесь на мои телеграм-каналы, ссылка в описании. Там я, кстати, рассказываю о том, как развить себе бодрость и любовь к жизни без какой бы то ни было фармы и не на час, два, не на пару часов, а всерьез и на долго. Не давайте себе скучать. До скорого. Мужик из Кемеровской области решил произвести впечатление на жену и... Вот стоп. Как вы удивляете своих женщин? Ну что там, цветочки, мишки, стихи, да? Ну максимум, не знаю, написать на асфальте или на снегу ее имя под окном. Так вот, мужик из Кемеровской области привел в квартиру лошадь. Лошадь, лошадь, житель города Осинники, поссорился с супругой и не придумал ничего лучше, чем явиться перед ней верхом на белом коне Аки Принц. Ночью он спиздил лошадь с фермы, на которой работает, и под усцы привел домой прямо в многоэтажку. Спустя полтора часа он вернул животное обратно. Жена отнеслась к сюрпризу с юмором. Вот, девчонки, 8 марта у нас настало, вот лошадь у меня дома стоит. Вот, меня муж позвал с 8 марта. А вот полиция нет, мужчину на сутки арестовали за мелкое хулиганство. Ну какой же он, сука, романтик, уделал всех остальных мужиков, которые на его фоне просто выглядят как дети. С этими своими цветочками, валентинками, мишками, конфетками. На белом коне, сука, многоэтажку вошел. Настоящий принц. В очередной раз выяснилось, что у зэков, прежде всего насильников и убийц, в России больше прав, чем у обычных людей. Петербургский депутат Борис Вишневский опубликовал ответ из Кремля на свой запрос. Он призывал Путина издать указ о завершении частичной мобилизации. Но администрация президента ответила депутату, что мобилизованные будут служить до достижения целей СВО. А так как цели эти постоянно меняются, то непонятно до какого времени они там будут находиться. Вишневский пишет, что попросил Владимира Владимировича закончить частичную мобилизацию по просьбе жён мобилизованных. Но их голоса так и не были услышаны. В итоге российские зэки получают помилование и возвращаются домой через полгода, вне зависимости от тяжести их преступления. Обычные россияне, которых призвали по частичной мобилизации, остаются на фронте. Кто бы удивлялся, знает ли Вишневский или не знает, но ситуация изменилась. Если раньше зэков через полгода отпускали, то теперь, как говорят, больше не отпускают. Зэки получают условно-досрочное, но остаются на фронте. После распада ЧВК Вагнер у них новые условия, никто их домой тоже не отпускает. Видимо, власти посмотрели на количество рецидивов, на то, что в города возвращаются убийцы-насильники и продолжают совершать преступления. Решили, что этот геморрой им на голову не нужен, лучше пусть остаются и утилизируются дальше на фронте. Не знаю, как пойдёт мобилизация зэков, может быть, она уже завершилась, поэтому они не переживают. Но я думаю, на такие условия навряд ли кто-то подпишется. Если раньше можно было поехать на фронт полгода там выжить, а говорят, говорят некоторые, за баблишко даже отсиживались где-то там в штабах полгода и получали помилование, тем самым выходили на свободу, то теперь ты опять же с абсолютно неясными, ну а точнее ясно какими перспективами будешь оставаться на фронте, видно, до своей гибели. И живым на свободу уж точно не вернёшься. А тем временем в Украине полным ходом продолжается денацификация. На этот раз там погиб российский неонацист Вячеслав Субботин из бригады футбольных фанатов Испаньола. Боевик по кличке Слава Выходной отвечал у них за разведку. Отряд Испаньола утверждает, что Субботин погиб при выполнении боевого задания с оружием в руках. У украинских военных каналов на этот счёт немного другое мнение. Они пишут, что водитель Субботина сел пьяным за руль, не справился с управлением и влетел на машине в дерево. Сам он якобы остался жив, а вот его пассажир погиб. Субботин известен в России как фанат ЦСКА и боец неонацистской группировки Заря-18. Кстати, под цифрами 1 и 8 в её названии зашифрованы немецкие буквы А и Х. Угадайте, чьё имя они обозначают. И ещё одна милая подробность. Субботин принимал участие в организации концерта правых групп от юности «Моея» и «Банда 4» в московском клубе «Город». Это то самое мероприятие, где бурно праздновали смерть Навального. Оторвался друг! Но торжества длились недолго, теперь что-то оторвалось у самого Субботина. Вот такие замечательные люди освобождают Украину от нацистов. Ну и ещё один вернувшийся с СВО погиб у себя на родине в Челябинской области в сентябре бывший вагнеровец Максим Никитин подрался с бойцом ММА, уроженцем Таджикистана Рустамом Байжуменовым. Ну, как подрался? Получил от профессионала удар в горло, упал, ударился головой и умер. И вот 4 марта суд вынес Байжуменову приговор. Тот оделся условным сроком. Ещё раз, условный срок за убийство. И от этого ожидаемо полыхнуло у зет-патриотов. Автор канала «Говорит ТАПАС», российский неонацист Евгений Рассказов заявил, что такой приговор – это плевок в лицо всей стране. Он процитировал фразу Путина о новой элите России и сказал, что после такого слова президента полностью обесцениваются в глазах народа. Таких случаев будет ещё не один и даже не десять, и про большую их часть мы даже не узнаем. А на местах в системе будут сидеть мрази без чести и достоинства, готовые сделать что угодно, если диаспора попросит. Z-канал «Выпускайте Кракена» уточняет, что Никитин не просто так подрался, а заступился за девушку. Авторы выпустили пафосный пост под заголовком «Несправедливости не места в новых реалях». Прямо какие-то советские передовицы. Видимо, в старых реалиях несправедливости места хватало, но вот теперь-то мы заживём. Так называемый военкор Котс тоже негодовал, что убийца ветерана СВО отделался лёгким испугом. Бурная реакция за сообщество всё же привлекла к этому делу внимание политиков и силовиков. Депутат Хинштейн отправил обращение в прокуратуру, а глава Следственного комитета Бастрыкин взял дело на свой контроль. Всё-таки любопытно наблюдать за тем, как люди, которые годами ликовали по поводу судебного беспредела в адрес инакомыслящих россиян, теперь вдруг сами столкнулись с этой системой и обнаружили, что рано или поздно она перестаёт пожирать своих жертв избирательно. Зет-авторы пока ещё способны заступаться друг за друга, но это пока их не начали прицельно уничтожать, как того же Мурза. Кстати, Гаспаряну и Витязевы уже припомнили их эфиры, в которых они травили Андрея Морозова. Активисты партии Лимонова вывесили баннер с надписью «Братцы черви» возле офиса ВГТРК в Москве. Они прямо обвинили ведущих соловьёвских шоу в том, что те довели Мурза до самоубийства. Телеведущие Витязева и Гаспарян, числящиеся в штате Соловьёв Лайф, причастны к травле Андрея Морозова, Мурза. Они довели до самоубийства бойца, решавшего проблемы со связью для многих подразделений нашей армии. В том же посте Лимоновцы обвинили героя нашего прошлого выпуска Бориса Якименко в оскорблении патриотов. Активисты назвали сотрудников Соловьёва паразитами внутри российского телевидения и потребовали очистить каналы от этих червей. Можно вечно смотреть на три вещи. Как течёт вода, как горит огонь и как усиливается грызня в Z-лагере. Но я всё же надеюсь, что вечной она не будет. Закончится война и этот лагерь сам собой развалится. Правда, к тому времени он уже существенно поредеет. В Екатеринбурге закрыли надпись «Кто мы? Откуда? Куда мы идём?» на крыше бывшего завода приборов. Текст появился на здании ещё в 2017 году и до этой недели никому не мешал. Надпись была создана уличным художником Тимофеем Радей в рамках уральской индустриальной биеннале современного искусства. У ГМК, с которой связан владелец завода, не смогла ответить на вопрос, почему закрыли арт-объект. Это, кстати, не первая работа художника, которую не оценили власти. В 2022 году в честь Дня России Радя разместил на крышах двух многоэтажек лозунг «Жить прошлым». Уже через два дня эту композицию демонтировали коммунальщики. Ну а теперь, видимо, решили не напоминать, что вопросы «Кто мы? Откуда? И куда мы идём?» с каждым днём становятся всё актуальней. На этой неделе курс биткоина побил свой рекорд за всю историю торгов и перешагнул отметку в 69 тысяч долларов. Затем криптовалюта отскочила от потолка и временно снизилась в цене до 60 тысяч. Это помогло ликвидировать самых жадных трейдеров и вновь открыть курсу дорогу вверх. В итоге курс более-менее устаканился. В последние дни он колеблется вокруг отметки 67 тысяч долларов за один биткоин. Одним из главных драйверов роста биткоина именно сейчас стал запуск Bitcoin ETF. Это такой классический механизм владения ценными активами для рыночных игроков. Грубо говоря, теперь вместо того, чтобы непосредственно купить криптовалюту, игроки на бирже могут купить вместо неё бумажку. Бумажка будет доказывать, что они владеют определённым количеством биткоинов, управляемых фондом, который эти ETF выпускают. С точки зрения классических игроков это сильно упростит процесс покупки. Ведь не нужен никакой криптокошелёк, достаточно просто обычного брокерского счёта. Комиссия по ценным бумагам и биржам США целых 10 лет отказывала в запуске механизма Bitcoin ETF. Но в августе прошлого года регулятор проиграл суд по иску от компании Grayscale. В результате комиссия всё же одобрила заявку на создание Bitcoin ETF. Этому обрадовались другие инвест-гиганты. С января этого года было запущено уже 11 разных фондов для инвестиций в криптовалюту. Управляющие компании, которые решили предлагать биткоины своим клиентам, за последние месяцы потратили на крипту примерно 50 миллиардов долларов. Эта сумма всего в два раза меньше ETF на золото. Хотя золотые инвест-фонды доступны уже много-много лет. Ещё в 2019 году курс биткоина вертелся вокруг отметки 4 тысячи долларов. Но в 2021 начался очередной цикл роста. Стоимость криптовалюты едва не перевалила за 69 тысяч долларов. За бычьим рынком логично последовала криптозима, которая сейчас постепенно уходит. Эксперты считают, что на очередной пик стоимости биток выйдет в 2025 году. Некоторые оптимисты даже ждут потолка в 500 тысяч долларов за биткоин. Я напоминаю, друзья, самое главное, вот прошу вас, не надо сейчас бежать и покупать биткоин. Когда ты видишь эти новости, а, биткоин вырос, биткоин вырос, и думали, а, тебе бы стоит это покупать, он будет сейчас 500 тысяч. Смотрите, перед тем, как покупать любые криптовалюты, мой вам совет, разберитесь, как это работает. Нужно хорошо понимать механизмы, что влияет на их стоимость, как покупать, что такое блокчейн, что такое криптокошельки. Самое главное, как защитить свои активы, а то некоторые балбесы покупают, и потом про**бывают кошельки, и это целая наука, поверьте мне. Даже просто защитить свой криптокошелёчек, это целая наука, это не всё так просто. Поэтому, пожалуйста, я не хочу, чтобы мои зрители теряли деньги. Не вкладывайте в криптовалюту, не несите туда деньги, пока вы не разберётесь. Ничего плохого в крипте нет, у меня у самого есть какое-то количество крипты. Сейчас защемило сердечко, потому что, помню, я покупал биткоины по 1700, или по 2700, или по 2100, и было у меня их 10 или 20, а то мне их всех продал. Ну, мол, х**, теперь я понимаю. В общем, друзья, будьте бдительны, пожалуйста, а если хотите немножко лучше разбираться в криптовалютах, у меня про это был отдельный ролик, обязательно его посмотрите, ссылочка будет в описании. Украинский блогер Анатолий Шарий, которого на родине считают пророссийским пропагандистом, заявил, что 6 марта на него было совершено покушение в Испании. Он утверждает, что неизвестный человек пытался обстрелять его машину из автомата с глушителем. В автомобиле находился сам блогер и его жена. В этот момент пара подъезжала к своему дому. Да, только что меня и жену пытались убить, пытались обстрелять автомобиль, автомат с глушителем. Тип один, второй, по всей видимости, был на подхвате, потому что следили, когда там заезжаю и так далее. Шарий заявил, будто о покушении он знал заранее. Якобы он передал испанской полиции имя какого-то человека в Барселоне, который имеет отношение к заказу блогера за 100 тысяч евро. Должен при этом заметить, что менее недели назад силовики Испании получили информацию о подготовке покушения, более того, с лицами, с фамилией, с фамилиями и так далее. Сегодня покушение происходит. Заодно Шарий пожаловался на работу испанских силовиков. Те не перекрывали движение, чтобы поймать нападавших, не опрашивали свидетелей, хотя он сразу обратился в полицию. В итоге его охранники сами ищут очевидцев и улики. Полиция Испании и Каталонии, где живет Шарий, утверждает, что вообще не в курсе происходящего. Сам Шарий успел прийти к выводу, что за покушением на него стоят власти Украины и сам Зеленский. В мае 22 года полиция Испании задержала Шария по запросу Украины. Его обвинили в государственной измене и разжигании розни. Но вскоре блогера отпустили под подписку о невыезде. А потом и вовсе закрыли дело об экстрадиции. Было ли покушение, нет ли это очередной пиар, неизвестно. Пока никаких пруфов нет. По крайней мере, может, я невнимательно смотрел, но на момент записи никаких пруфов нет. Вообще Шарий довольно странный персонаж. Он как-то мечется то туда, то сюда. То он за Россию, то он за Украину, то он сам по себе. В общем, не знаю, мне он совершенно непонятный. Но хочется верить, что никаких покушений ни на него, ни на его семью не будет. А если он и заслуживает какого-то наказания, то это все будет происходить в рамках закона. Ну что, друзья, на этом все. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам было интересно. Обязательно увидимся с вами в следующем воскресенье. В течение недели будет много интересного контента. Не забывайте ставить лайк, писать комментарии, распространять это видео. И сейчас как никогда нужна ваша поддержка. Все ссылки на то, как поддержать меня, мою редакцию, вы найдете в описании. Спасибо всем, кто уже поддерживает. Спасибо тем, кто собирается это сделать. Всем пока. Пока.